Была одна вещь, о которой я хочу попросить. Интересно, можешь ли ты ответить правдиво? Сказал Тайкау с улыбкой. Старший Тайкау, пожалуйста, спрашивайте, сказал Чуфын. Вы можете сказать мне правду о том, что произошло внутри тысячелетнего древнего города? Не волнуйтесь, я буду держать это в тайне. Мне не нравится быть обманутым, поэтому я хочу знать факты о том, что произошло, сказал Тайкау с улыбкой. Однако его глаза, в окружении морщин, испускали искры. Старший, если бы вы были другим человеком, я действительно не сказал бы правду. Но у меня нет необходимости скрывать ее от вас. Чуфын еще до прибытия сюда был готов к тому, чтобы рассказать ему всю правду. После этого Чуфын рассказал все, что произошло в тысячелетнем древнем городе, в том числе, что он был тем, кто убил Ван Луна и других и что он был тем, кто открыл формацию в тысячелетнем древнем городе. Он рассказал почти все, за исключением факта, что он использовал божественную молнию в своем теле. Он не рассказывал этого, потому что Чуфыну была важна тайна божественной молнии. Чуфын не хотел, чтобы чужаки знали про это. Выслушав его повествование, выражение лица Тайкау было шокированным. Когда он посмотрел на Чуфына, его пристальный взгляд был еще более уважительным. Только после довольно долгого времени он сказал, твои способности сильнее, чем я ожидал. Ты на самом деле открыл формацию тысячелетнего древнего города собственными силами и даже помог своему другу получить императорскую родословную. Ты действительно гений, я не ошибался. Но, к сожалению, ты не хочешь принимать меня как своего мастера. Я не люблю ставить других в трудное положение. Старший Тайкау, спасибо за ваше понимание. Это просто. Мой брат, Цзянушан, он обладает императорской родословной, и я боюсь, что другие навредят ему. Старший Тайкау, я надеюсь, вы можете позаботиться о нем немного, сказал Чуфын с просьбой. Это было тем, о чем он хотел бы попросить Тайкау. Не волнуйтесь, так как они являются твоими друзьями, даже если бы ты ничего не сказал, я бы по-прежнему позаботился о них. До тех пор, пока я, Тайкау, здесь никто не навредит им. Но раз уж об этом зашла речь, сейчас действительно есть человек, у кого есть злобные намерения по отношению к одному из твоих друзей. Мне интересно, ты бы хотел, чтобы я позаботился об этом или ты сделаешь все сам, сказал Тайкау, улыбаясь. Старший Тайкау, кто это? Пожалуйста, скажите мне. Сердце Чуфына сразу же напряглось, когда он услышал эти слова, и он быстро задал вопрос. Это мальчишка, чьи нервы могли бы охватывать небо. Он планирует нападение на Сумы. Я уверен, что ты уже знаешь, кто это. И если я не ошибаюсь, он уже должен быть в резиденции этой девушке, сказал Тайкау. Старший, спасибо за предупреждение. Выражение Чуфына, которое было обычно спокойным, невольно изменилось. Пот сразу же просочился на его лбу и больше ничего не сказав, он повернулся и был готов улететь. По словам Тайкау, он уже знал, насколько серьезным был этот вопрос. Человек, который хотел напасть на Сумы, был явно Циньюй. Он напомнил, что Циньюй был такой же, как Иван Лун. И вспоминая непристойное выражение Циньюя, когда он смотрел на Сумы, Чуфын понимал, на что он способен. Мягко с ним не получится, придется действовать жестко. В этот момент, Чуфын действительно был вне себя. Сумы и отличалась от Ланьси, она была его невестой. Он даже не коснулся ее, но у Циньюя уже были такие мысли. Это было неприемлемо, и его подавляющая злость неудержимо исходила наружу. Если ты не поспешишь, то, возможно, не успеешь. Позвольте мне помочь тебе. Тайкау засмеялся, когда посмотрел на нервное и злое выражение Чуфына, как если бы он ожидал этого. Пока он говорил, он взмахнул своим рукавом, и через мгновение Чуфыны он исчезли. Глава 755. Подробный план. Резиденция Сумы была наполнена строениями, которые подходят под вкус девушки. Чтобы описать это место требовалось только два слова. Красота и эстетика. В тот момент, маленькая красавица Сумы сидела в своей комнате. Поскольку все служащие в ее резиденции были женщинами, ее одежда была очень простой. Розовое длинное платье и свободная одежда не только оголяла ее белоснежные плечи, но еще и виднелась половина ее груди. Сумы действительно выросла. Мягкие и круглые выпуклости у нее на груди были очень близки к идеальным формам. Если бы мужчина увидел это, его тело стало бы пылать от желания, и он бы с трудом сдерживал себя. Как правило, Сумы не носила такую открытую одежду. Она одевалась так перед сном, потому что ношение такой одежды было более удобным. Маленькая Ред, кто-нибудь искал меня сегодня? Ч, просила Сумы и прислугу рядом с собой. Мастер, вас никто не искал, ответила слуга с уважением. Он до сих пор не пришел, да? Сумы и нахмурила изогнутые и тонкие брови. Пара глаз, как звездная река, блестели с тревогой. Чуфын четко сказал ей, чтобы она мирно отдыхала в своей резиденции и что он быстро придет к ней. День прошел после того, как они разминулись, но Чуфын все еще не вернулся. Она сильно беспокоилась из-за этого. Но обдумав все более тщательно, она поняла, что у Чуфына был значок Тайкау и кроме того, она видела силу Чуфына. В Академии Четырех Марий не должно быть никого, кто может причинить вред Чуфыну, в результате чего она перестала беспокоиться, как раньше и по-прежнему продолжала старательно ждать. Для беспокойной маленькой девочки, такой как она, ожидание любимого было мучительным. Маленькая Ред, вы поменяли благовоние? Вдруг Сумы и понюхала воздух несколько раз, затем спросила слугу. Мастер, я. Ее выражение значительно изменилось. Услышав этот вопрос, ее распирало от страха, она даже опустилась на колени, как если бы совершила ужасное преступление. Но когда Сумей увидела, что слуга себя так ведет, она сладко улыбнулась и сказала, что вы делаете. Хотя я сказала вам не менять благовония в моей комнате без моего разрешения, я не обвиняю вас. Вы не должны так бояться, так что быстро встаньте. Сумы и подошла и хотела лично поднять слугу. Слезы лились, как дождь из глаз слуги, когда она увидела, что Сумы и к ней так хорошо относятся. Во время плача, она сказала. Мастер, я подвела вас, но у меня действительно не было выбора. Если бы я не сделала этого, я и моя семья были бы в опасности. Маленькая Ред, что случилось? Есть ли человек, который угрожает вашей семье? Кто? Вы можете сказать мне. Я прикрою вас яростно, спросила Сумы. Ее брови нахмурились, когда она это услышала и она даже думала, что над ее слугой издеваются. Извините, извините. Но маленькая Ред не хотела вставать. Она молчала, стоя на коленях и продолжала плакать. Та пока Сумы и с ней разбиралась, она почувствовала себя немного не в себе. Странное чувство родилось в ее сердце. Хотя у Сумы и было чистое сердце, она не была дурой. После того, как она почувствовала себя не так, она начала искать причину. Вскоре она бросила взгляд на благовоние в комнате. Она схватила его и подержала рядом с собой. Она сразу же пришла в ярость. После уничтожения благовония рукой, она неистово закричала на слугу, маленькая Ред. Вы отравили меня. Извините, извините. Слуга не опровергла обвинения и только начала плакать еще громче. Черт возьми. Сумы и обнаружила, что яд уже вошел в ее тело и сейчас создает проблемы изнутри. Она быстро приняла противоядие, а затем открыла дверь комнаты. Она хотела уйти и попросить о помощи. Однако в момент, когда Сумы и открыла дверь, там стояла фигура человека. Он заблокировал ей путь и смотрел на нее со зверским взглядом. Ты, что ты делаешь в моей резиденции? Сумы и была сильно удивлена, когда она увидела этого человека. Она отступила немного и закрыла вуалью свои белоснежные плечи. Этот человек был известным лицом в Академии Четырех Марий, Циньюи. Сумы и боялась, что Циньюи немного тронутый. Он выразил свою любовь к ней, но она сама явно отвергла его. Тем не менее, Циньюи бесстыдно продолжил свои признания. Это поставило Сумы в очень сложную ситуацию, потому что с его позицией и статусом в Академии Четырех Марий, даже ее мастер ничего не мог ему сделать. Она могла только терпеть, снова и снова. В этот момент она была отравлена неизвестным веществом, и теперь Циньюи внезапно появился в ее резиденции. У нее не было возможности сообщить кому-нибудь об этом, и у нее было плохое предчувствие о том, что происходит. Моя маленькая красавица. Одежда, которую ты носишь сегодня, действительно очень привлекает. Может быть ты знала, что я присоединюсь к тебе и подготовилась. Когда он увидел Сумы, чье лицо было немного красного цвета и глаза были немного ошеломлены, глаза Циньюи заблестели, и даже слюна потекла изо рта. Пара злых глаз уставилась на ее тело. Старший Циньюи, я не понимаю, о чем ты говоришь. У меня срочное дело и мне нужно уйти. Пожалуйста, отойди. Сумы действовала, как если бы она не знала, что происходит, и попыталась насильно пройти. Ах, моя красавица, куда ты хочешь пойти? Как насчет того, чтобы я тебя отвел? Однако, как бы Циньюи отпустил Сумыи после такого детального плана. Он поднял руки и охватил всю ширину дверного проема. Он посмотрел на слугу и сказал. Почему ты все еще здесь? Убирайся. Помни, не позволяй никому войти. Если кто-то нарушит мой идеальный план, вся твоя семья будет платить за это своей смертью. И слуга, конечно, не осмелилась ему перечить. Она ушла. В уши Сумыи все поняла, когда она увидела это. Как она и подозревала, это он пригрозил ее слуге и она ее отравила. Таким образом, Сумыи прыгнула далеко вперед, направляясь в сторону окна. Она хотела избежать пасти тигра. Бум. Когда она хотела уже выпрыгнуть с окна, она как будто ударилась о железную стену. Моя красотка, куда ты идешь? Думаешь, сможешь убежать? В этот момент бесстыжий голос Циньюи раздался позади Сумыи. Повернув голову, лицо Сумыи сильно изменилось. В этот момент Циньюи уже разделся и стоял голым перед ней. Сумыи быстро повернула голову обратно, не смея смотреть на это. Она бешено закричала. Циньюи, если ты посмеешь выполнять такие аморальные действия со мной, Чуфын определенно не простит тебя. Ха-ха-ха-ха. Чуфын. Этот мальчишка, который полагается на значок тыкау. Кажется, что у тебя с ним довольно близкие отношения. Но, к сожалению, Чуфын не придет и не спасет тебя. Даже если он посмеет прийти и спасти тебя, я заставлю его смотреть на то, как сливаются наши тела. Я возьму его женщину, что он сможет сделать, кто он без тыкау. Он хочет драться со мной, Циньюи им. Он недостоин. Цвет лица Циньюи также изменился, когда он услышал два слова Чуфын. Глава 756. Разъяренный Чуфын. Заткнись. Ты думаешь, что сравнишься с Чуфыном. Он более чем в миллион раз сильнее, чем ты. Ты даже не достоин быть человеком. Когда она услышала, что Циньюи говорит о Чуфыне, Сумы мгновенно впала в ярость. Не заботясь ни о чем другом, она начала проклинать Циньюи. Она была в ярости от него. Когда он услышал это, узколобый Циньюи также разозлился. Но когда он увидел, что кожа Сумы становится краснее и краснее, а ее грудь опускается и поднимается, он решительно подавил свой гнев и даже самодовольно начал смеяться. Затем он сказал бесстыдно, прокляни меня. Сделайте все возможные, чтобы проклясть меня. Кажется, что ты действительно любишь его. Ну и что? С сегодняшнего дня ты будешь моей. Ну и что? Что твое сердце принадлежит ему? Твое тело ведь принадлежит мне. Как ты чувствуешь себя, маленькая мы? Чувствуешь жар, желание и похоть? Не стесняйся. Твой брат Циньюи может удовлетворить тебя в любой позе. Ты хочешь мое тело? Ты мечтаешь? Сумыя хладнокровно фыркнула. Затем она вдруг подняла ладонь и хлопнула ей по голове. Для того, чтобы сохранить ее целомудрие, она собирается совершить самоубийство. Бам, однако, прежде чем позволить ладони Сумыи контактировать с ее головой, Циньюи махнул своей рукой и ладонь вместо этого приземлилась на лицо Сумыи. Это не только предотвратило попытку самоубийства Сумы, это даже подбросило ее в воздух. Яркий отпечаток и следы крови остались на лице Сумыи. Хаймымым, ты хочешь совершить самоубийство? Даже не пытайся. Но я не заставляю тебя, я просто подожду здесь. После начала действия препарата ты сама будешь просить меня. Ха-ха-ха. Циньюи просто вытащил стул и сел. Он подавил свою похоть и начал ждать, когда яд подействует. Бум, но только в тот момент закрытая дверь внезапно разломалась на куски. После этого человек быстро залетел в комнату. Это ты? Циньюи немного опешил, когда увидел человека. Он мгновенно узнал его. Чуфын. Чуфын. Слезы Сумыи катились по ее лицу, когда она увидела Чуфына. Она сразу же поднялась и прыгнула в его объятия. Ее рыдания были полны недовольства. Маленькая Мэ, извини. Я пришел слишком поздно и заставил тебя страдать. Чуфын отнес Сумыи к постели. Когда он увидел отпечаток ладони на ее лице, а также кровь в уголке ее рта, его сердце заболело. Нет, нет, я здесь ради тебя. Кроме тебя, ни один другой человек не должен даже думать о том, что прикоснется ко мне. Даже если я умру, этого не будет, сказала Сумыи. Маленькая Мэ, отдыхай. Позволь мне позаботиться обо всем остальном. Чуфын вытер кровь в уголке рта Сумыи, потом он медленно поднялся и бросил свой взгляд на голову Циньюя. В настоящее время Чуфын был очень спокойным. Он был настолько спокоен снаружи, что казалось, будто его совершенно не затронуло происходящее здесь. Но никто не знал, какая ярость бушует в его теле. Если бы можно было увидеть такие вещи, даже очень храбрый человек был бы совершенно напуган. Даже их души были бы уничтожены этим. Что касается Циньюя, он явно не понимал, что что-то было не так. Вместо этого, он быстро использовал свою технику мирового спиритиста и запечатал помещение. Затем он посмотрел на Сумыи с улыбкой и сказал. Я не думал, что Чуфын действительно придет. Это идеальный вариант. Я приведу слова, которые я только что сказал, в реальность. Я поставлю его на колени и заставлю смотреть, как мы сливаемся, пока он не в силах что-либо сделать. Ха-ха-ха. Какой рукой ты ударил Сумыи? Чуфын равнодушно его спросил. Почему это так важно? Что ты можешь мне сделать? Я не только ударю ее, я буду сверху нее прям перед тобой, сказал Циньюй. Бум. Однако как раз в тот момент, глаза Чуфына загорелись и энергия выстрелила из его тела. Это были три молнии. Три молнии разного цвета в настоящее время крутились вокруг тела Чуфына. Его волосы, а также его одежда колебались со звуком. Самое главное, что глаза Чуфына не были больше человеческими. Они, казалось, больше похожи на глаза бездушного зверя, поскольку испускали свет трех молний. Чрезвычайно ужасающая аура исходила от Чуфына. Она мгновенно охватила всю комнату, и даже Циньюй, который планировал смутить Чуфына и имел самодовольное лицо, значительно поменял свое выражение. Он обнаружил, что сила Чуфына гораздо мощнее его. Под покровом ауры Чуфына даже его собственные силы были полностью подавлены. В это самое мгновение, он увидел иллюзию. Человек, который стоял перед ним, был очень бессердечным и несравненно жестоким монстром. Кто ты такой, черт возьми? Циньюй указал на Чуфына и сказал эти слова дрожащим голосом. Он был действительно напуган. Это была эта рука? Вдруг Чуфын сделал свой ход. Он мгновенно подошел к Циньюю и схватил его запястье. Бызызы в мгновение, когда Чуфын схватил запястье Циньюя, три молнии вырвались из его тела. Они преобразовались в бесчисленное количество змей-молнии, впились в ладонь Циньюя. А в этот момент выражение лица Циньюя сильно изменилось. Он расширил рот и выпустил чрезвычайно мучительный крик. Когда молнии вошли в его тело, они начали разрывать его плоть, его мышцы и ломать его кости. Непосредственно перед его глазами, его ладони были разорваны на куски. Он чувствовал боль, которую он никогда раньше не ощущал. Эта боль была сравнима с миллионами разрывающих плоть насекомых и бесчисленными острыми лезвиями. Он желал умереть, лишь бы ее не чувствовать. Ублюдок, отпусти меня. Циньюя запаниковал. Он запаниковал, потому что он чувствовал, что человек перед ним был демоном, который не имел никаких эмоций. Его ожидали жестокие пытки и поэтому он начал делать все возможные, чтобы избежать хватки этого демона. Шей наконец Циньюи отошел от Чуфына. Но, прежде чем он сделал хотя бы несколько шагов назад, он почувствовал боль, которая разрывала его плечо. Когда он посмотрел на Чуфына, Циньюи стал бледным, как бумага. Его глаза были заполнены бесконечным страхом. Он к своему удивлению обнаружил, что у Чуфына еще было его запястье в руке. Однако, запястье не было частью его тела. Оно находилось в его окровавленных руках. Когда он посмотрел на свое плечо, кровь била фонтаном. Он не смог вырваться из хватки Чуфына. Его рука была вырвана им. Глава 757. Кровожадный демон. В этот момент молния вокруг его тела издавала статические звуки. Его длинные, черные волосы дрожали в хаосе. Жуткие отблески в его глазах были сочетанием трех молний. Однако, они испускали холод и бессердечность. Чуфын схватил руку Циньюя и медленно поднял ее. Затем он сделал то, что полностью ошеломило Циньюя. Чуфын открыл рот, показывая его свирепые зубы и откусил часть. Он откусил большой кусок его руки и начал его пережевывать. Кровь начала вытекать из его уст. Это была кровь Циньюя. Не только Чуфын грыз его плоть и кровь. Он даже делал это с ухмылкой. Он, казался кровожадным монстром, который наслаждался редким деликатесом. Ты демон. Циньюя почувствовал, как его волосы встали дыбом. Неописуемое чувство страха пронизывало его кости. Это был первый раз в его жизни, когда он так боялся человека. Не думая больше, он обернулся и пытался бежать. Тьфу. Но в этот момент Чуфын расширил рот и кроваво-красная масса выплеснулась оттуда. Это была плоть Циньюя, которую он откусил. Самое главное, что шар плоти, после выхода из рта Чуфына, имела необычное количество силы. Он летел по воздуху, оставляя позади ярко-красную полосу и ударился об грудь Циньюя. Ах, такая мощная сила заставила Циньюя упасть на землю и закричать. Когда он посмотрел на грудь, то обнаружил там огромную дыру. Он почти плакал от страха. Если бы он знал, что его пронзили собственной плотью, кто знает, что он бы чувствовал. Взрыв как раз в тот момент. Рука Циньюя разлетелась на маленькие кусочки. После этого Чуфын подошел к Циньюю и оторвал ему другую руку. Ах, Циньюя выл от боли. В предыдущий раз, когда ему оторвали руку, он этого не понял, но на этот раз он лично был свидетелем того, что ему оторвали другую. Он действительно видел боль в его глазах и почувствовал боль в сердце. Однако, сюрприз все еще ждал его впереди. Чуфын замахнулся своей рукой и ударил Циньюя по лицу. Бам-бам-бам, слышались такие звуки. Чуфын использовал ладонь Циньюя, чтобы бить последнего по лицу. Кроме того, Чуфын был очень жестоким. После всего несколько пощечин лицо Циньюя превратилось в кашу. После еще нескольких пощечин остались только кости на его лице. Черт, продолжай. Я не боюсь тебя. Циньюй начал истерично выть. Но только в тот момент, Чуфын ударил ниже. Тело Циньюя мгновенно дрогнуло и полностью замерло. Чуфын ударил по корню его жизни, по месту, которым он оплодотворил многих женщин. Ах, чувствуя, что вещь ниже стала плоской, Циньюя снова завыл. Он не только выл от боли, это был вопль ярости, который исходил из его сердца. Он был действительно зол. Несмотря на то, что он знал, что он столкнулся с чрезвычайно страшным демоном, после того, как его половой признак был раздавлен, он почувствовал ярость. Чуфын, я убью тебя, я убью тебя, я определенно убью тебя. Я убью всех связанных с тобой, иначе я не смогу излить ненависть в моем сердце. Его слова вырвались из сердца. Он действительно ненавидел каждую часть Чуфына, и он действительно хотел убить его семью и искоренить его клан. Но Чуфын не боялся угроз Циньюя. Вместо этого, он пустил насмешку. Глыть, увидев холодную улыбку на лице Чуфына, Циньюй понял, насколько он был глупым. Как он посмел быть высокомерным перед Чуфыном? Он должен беспокоиться не только за свою собственную жизнь, но и за жизнь своей семьи. Перед его глазами был истинный демон. Аххх, в его крики было желание умереть. Однако пытки лишь только начались. Независимо от того, насколько жалостными были его крики, он сам заблокировал себе выход своей же формации. При этом, в небе за пределами дворца, Тайкау стоял на облаках. Его зрение было отличным, куда лучше, чем у Орла. Он был в состоянии не только видеть все происходящее снизу, он мог видеть даже сквозь духовную формацию. В этот момент даже таинственный высокоуровневый эксперт нахмурил свои брови. Было немного беспокойства в его глазах. После долгого времени он вздохнул. Какая сила находится в теле этого мальчика? Она так неизмеримо глубока и так непостижима. Она даже влияет на характер. Есть ли действительно демон внутри его тела? Вздох. Будет хорошо, если он пойдет по правильной дороге в будущем, но если он встанет на путь зла, я боюсь, что все живое в этом мире не сможет избежать бедствия. Чуфын ничего не знал о наблюдающем Тайкау. Ярость в его сердце уже затмила его разум. Несмотря на то, что Циньюи не подавал признаков жизни, он не остановился. Чуфын. Только когда он услышал голос, он вернулся в прежнее состояние. Маленькая мы. Это был голос Сумы, который вернул его к реальности. В этот момент молнии на его теле и аура исчезли, но память о них до сих пор осталась. Что только что случилось? Я получил силу молнии, но мой разум также был затронут. Чуфын посмотрел на Циньюи, чей взгляд он уже не мог увидеть. Чуфын. В этот момент голос Сумыи зазвенел снова. Но на этот раз он был не только с тревогой, он сопровождался со страстью. В общем, он очень привлекал. Поворачивая голову, даже Чуфын не мог устоять. Его глаза сразу же сфокусировались на Сумыи. Потому что Сумыи, которая была перед ним, была на пике своего возбуждения. Глава 758. Лечение яда. В этот момент Сумыи наполовину лежала, наполовину сидела на кровати. Ее красивое лицо, ее грациозная фигура. Она была красива. Действительно слишком красива. Но было что-то, что было даже более заманчиво, чем ее лицо и фигура. Это были звуки, которые она издавала в этот момент. Чуфын Сумыи позвала его своим мягким и кокетливым голосом. Мгновенно глаза Чуфына задрожали. Он почувствовал, как кое-что снизу мгновенно затвердело. Чуфын не был дураком. Он четко знал, что Сумыи была отравлена. Кроме того, яд распространился по всему ее телу и Сумыи уже себя не контролировала. Она была под влиянием яда. Но, надо признать, что Сумыи действительно была красивой. Обычно она была милой и чистой, но сейчас она показывала свою соблазнительную сторону. Рядом с ней витала совсем иная атмосфера. По сравнению с Лан Си, Сумыи была более чем в сто раз лучше. Она была истинной красоткой, способной заставить сердце биться чаще. Чуфын был полностью тронут этой сценой. Чуфын действительно получил импульс, чтобы просто позволить себе потерять контроль и выпустить свои зверские инстинкты. Однако, ему все-таки удалось сохранить некое подобие разума. Он вдруг вспомнил свое обещание сурову. Не делать такие вещи до того, как он женится на Сумыи. Маленькая мы, быстро съешь это. Он взял противоядие и дал его Сумыи. Видя противоядие в руки Чуфына, Сумыи начала с ним сотрудничать. Она открыла свои розовые губы и немного откусила. Видя это, Чуфын почувствовал немного радости. Сумыи была немного рациональней по сравнению с Лан Си. И поэтому, будет немного легче избавить ее от яда. Однако, когда рот Сумыи закрылся, Чуфын впал в панику. Он задрожал еще раз. Желание, которое он подавил с большим трудом, снова пришло. Это было потому, что Сумыи не проглотила антидот в руки Чуфына. Вместо этого она укусила его палец. Это чувство напрягло все снизу. Его сердце напряглось. Черт возьми, все его тело напряглось. Это было то, перед чем он не мог устоять. Чуфын еле сдерживал себя, когда глазки Сумыи стали как два полумесяца. Но Чуфын был человеком слова. В конце концов, он был человеком с сильным разумом. Таким образом, он решительно подавил свои инстинкты и сказал Сумыи, маленькая Мэй, ты должна быть спокойна. Прямо сейчас яд пронизывает твое тело, поэтому ты себя так ведешь. Мы должны избавиться от его действия. Будь послушной, не шевелись. Возьми это противоядие. Только благодаря этому я смогу тебя вылечить. Услышав слова Чуфына, Сумыи действительно открыла рот. Она смотрела на Чуфына и кокетливо сказала, хорошо, но ты должен дать мне его с помощью рта. Чуфын немного опешил, когда он услышал эти слова. Он был немного смущен, потому что он не знал в меня им или она или нет. Ладно, Чуфын, Сумыи теребила руку Чуфына. Хорошо. Чуфын действительно хотел помочь Сумыи. Он бросил противоядие в рот, а затем поцеловал Сумыи в ее розовые губы. Сначала Чуфын хотел протолкнуть противоядие ей в рот, но потом что-то мягкое и скользкое вошло в рот Чуфына. Черт возьми, это был язык Сумыи. Чуфын действительно хотел закричать в этот момент. Как и ожидалось, он был обманут. Сумыи даже не планировала принять противоядие. Но Чуфын не был наивным. Фактически, он знал, что она так сделает. Когда он согласился на просьбу Сумыи, он принял два решения. Первый. Если Сумыи покорно примет противоядие, он будет лечить ее в полную силу. Второе. Если Сумыи не хотела принимать антидот, черт возьми, какой яд он лечит, какое обещание он выполняет. Если это была бы другая, то все равно. Но это была его женщина-невеста, которая глубоко любила его и которую он также любил. Она так сильно этого хотела, что как мужчине, не было смысла сдерживаться. Так, не заботясь о том, что правильно это или нет, он откинул Сумыи в сторону. Сумыи была ошеломлена от его действий. Она даже подумала, что Чуфыну не нравится, что она делает, поэтому она чувствовала себя немного стыдно и неловко. Но вскоре она поняла, что она была не права. Тьфу. Чуфын плюнул, разбив противоядие об землю. Потом он повернулся, и его глаза загорелись, как у голодного волка. Он быстро укусил губы Сумыи и начал неистово целовать ее. В то же время, как тигр подминает под себя свою жертву, он положил под себя Сумыи это. В то же время, тайка устоял в воздухе и видел все это. Он тоже чувствовал себя немного неловко. Он невольно закрыл глаза и думал, смотреть ему дальше или нет. В конце он злорадно улыбнулся и открыл глаза, вновь взглянув на комнату. Этот проклятый мальчишка. Но он обнаружил, что Чуфын уже наложил маскировочную формацию, которая скрыла его из Сумыи. Тайкау просто не мог их больше видеть. Только после того, как он наложил маскировочную формацию, звериная натура Чуфына вырвалась наружу. Он схватил розовое платье Сумыи и с громким звуком разорвал его на части. Белоснежное тело Сумыи теперь было полностью перед ним. Тело Чуфына уже наполнилось желанием. В тот момент он больше не колебался. После того, как он порвал ее платье, он быстро бросился на Сумыи и сократил дистанцию между их телами до нуля. В пределах духовной формации два тела слились вместе. Они двигались влево и вправо, вверх и вниз. Ах, после какого-то времени соблазнительный Сумыи вырвался наружу, но тихо испарился. Потом начали раздаваться ее стоны. Судя по звукам, ей очень нравилось, как Чуфын ею занялся. Их тела по-прежнему переплетались, но звуки, скорость и стоны становились все быстрее. Глава 759. Каменный лес смерти. После очень интенсивной ночи с маленькой Сумыи, Чуфын очень крепко спал. Проснувшись, он обнаружил, что уже наступил полдень и снаружи уже ярко пылает солнце. Когда он пришел сюда вчера, день был в самом разгаре, а это означает, что наступил уже следующий день. Взглянув на Сумыи, он обнаружил, что она мирно спала и не смог удержаться от соблазна, чтоб не погладить по ее длинным волосам. После того, чем обычно занимаются мужчина и женщина наедине, у Сумыи появилось чувство зрелости. Возможно, это было так называемое превращение в женщину. В этот момент Чуфын невольно улыбнулся. Он вспомнил сцену, когда встретил Сумыи впервые в школе лазурного дракона. Тогда Сумыи была очень высокой. Кроме того, она была очень гордой, и бесчисленное количество учеников в школе лазурного дракона безуспешно бегало за ней. В то время, если бы даже его избили до смерти, Чуфын никогда бы не поверил, что она станет его девушкой. Им им вдруг длинные брови Сумыи дрогнули, и она медленно открыла глаза. Увидев Чуфына, она сладко улыбнулась и сказала. Чуфын, когда ты проснулся, почему не разбудил меня? Я только что проснулся. Я увидел, что ты так сладко спишь, потому и не стал тебя будить, сказал Чуфын с улыбкой. Им им уже время. Глядя на цвет неба снаружи, Сумыи слегка нахмурила брови, немного волнуясь. Что случилось, маленькая Мэй? Ты беспокоишься, что твоя сестра узнает об этом? Чуфын спросил. Нет, я не боюсь этого. Ведь, рано или поздно, я бы все равно стала твоей. Но, Циньюи... Пока она говорила, она указала на большую лужу крови. В центре этой лужи виднелись останки Циньюи. Черт, я почти забыл об этом парне. В этот момент, Чуфын резко встал, взмахнул своим большим рукавом и мощной энергией поглотил труп Циньюи. Даже следы крови исчезли, будто их тут и в помине не было. Я дал ему увидеть все, что с нами произошло. Какое событие для него, сказал Чуфын после чистки. Чуфын, о чем ты говоришь? Он был уже мертв, как он мог все увидеть? Кроме того, он умер в моей резиденции и это будет сложно объяснить. Он же, сказала Сумэй очень взволнованно. Не волнуйся, глупая девочка. Ты знаешь, как я узнал о том, что ты была в опасности? Чуфын еще раз обнял Сумэй. Точно. Как ты узнал, что я в опасности? Это не совпадение. Лицо Сумэй было полно любопытства. Это был Тайкау. Он не собирался его так просто отпускать. Он тайно следил за Циньюи им. Когда он собирался сделать с тобой аморальную вещь, Тайкау уже знал об этом. Даже если бы я не пришел, старший Тайкау спас бы тебя. Он сразу сказал мне, что обо всем позаботиться, сказал Чуфын. Это снова старший Тайкау. Сумэй была очень благодарна. Но она продолжала тереться лицом об Чуфына и обняла его еще крепче. Она очень хорошо знала, каким человеком был Тайкау. Причина была не в том, чтобы помочь ей. Это все было сделано ради Чуфына. После этого, Чуфын снова пошел к Тайкау. Он поблагодарил его, потому что, если бы не он, его невесту бы уже осквернили. Если бы это произошло, Сумэй бы покончила с собой. Однако Тайкау по-прежнему защищал Чуфына. Он даже сказал, что он может заняться Циньюи им, даже без вмешательства Чуфына. Он даже гарантировал Чуфыну, что в Академии Четырех Марий никто не сможет навредить ему или его близким. Это заставило Чуфына чувствовать бесконечную признательность перед Тайкау. Он решил, что в будущем он вернет ему долг, так как услуга, которую Тайкау ему оказал, была очень большой. После смерти Ван Луна и Циньюи, для Суроу и других больше не было угроз в пределах Академии Четырех Марий. Последним сильным учеником оставалась Лань Си, но Чуфын верил, что она не будет представлять угрозу для остальных. Кроме того, у нее не хватит смелости, чтобы сделать это. В настоящее время, лицом, получившим императорскую родословную, был Цзянушин. Академия Четырех Марий будет направлять все свои ресурсы на его развитие. Тайкау также сказал Чуфыну, что раньше поднялся бы огромный шум, если бы Академия потеряла двух учеников. Но сейчас все по-другому. С Цзянушином, который обладает императорской родословной Академией, не станет заботиться о развитии слабых людей. Все их умы были заняты Цзянушином. Действия Чуфына значительно ему помогли. Можно даже сказать, что Чуфын изменил судьбу Цзянушина и даже изменил судьбу всех остальных. Чуфын не попросил ничего взамен. Пока он знал, что никто не угрожает Суроу и остальным, Чуфын мог расслабиться. В тот же день, как только Чуфын со всеми попрощался, он покинул Академию Четырех Марии и направился к так называемому Порочному ущелью. Чуфын немного поспрашивал об этом месте. Раньше это была территория секты Жестокого Демона Ночи. Когда секта Жестокого Демона Ночи распалась, это место осталось пустым. Даже сейчас его никто не занял. Причина была очень проста. Когда секта Жестокого Демона Ночи процветала, она создала огромную формацию вокруг Порочного ущелья. Если кто-то хотел войти, они должны были пройти через формацию. Не только всякого рода механизмы и ловушки встречались в пределах формации. Также там находилось очень много кровожадных зверей. Что касается названия этой формации, его называли Каменный Лес Смерти. Только смерть ждала тех, кто туда входил. Люди с высоким уровнем могли пройти сквозь него, но не могли уничтожить эту формацию. Каменный Лес Смерти был непроходимым барьером для людей с уровнем пониже. В результате всего этого, Порочное ущелье стало одним из последних мест, оставшихся от секты Жестокого Демона Ночи. Так это и есть Каменный Лес Смерти. После небольшого путешествия, Чуфен прибыл в довольно отдаленную область. Там не было следов людей, был только лес из различных видов камней. Маленькие камни были 10 метров в высоту. Большие камни были похожи на горы, пики которых пронизывали облака. Это был грандиозный вид, символы из древней эры были высечены на камнях, что сделало их очень прочными и яркими. Самое главное, Чуфен не только слышал звуки и крики диких зверей, он чувствовал опасности, которые его там поджидают. Глава 760. Порочное ущелье. После входа в Каменный Лес Смерти, Чуфен понял, что оно действительно было непростым местом. Формация была очень большой, это была самая впечатляющая формация, которую встречал Чуфен. Формация подавляла способность к полету и немного личную силу, но не так, как это было в тысячелетнем древнем городе. Кроме того, повсюду находились невидимые механизмы. Они будут атаковать без предупреждения. В Каменном Лесу жили действительно сильные и кровожадные свирепые звери. Их было очень много, и они охотились друг на друга. У них уже была своя пищевая цепочка и люди были в ней на самом низу. Через это место нельзя было спокойно пройти. По крайней мере, те, кто находился в сфере небес, будут испытывать определенные трудности, находясь здесь. Если не знать местность, это место было практически непроходимым. Но, для Чуфена, это не было проблемой. Он совершенно спокойно прошел через Каменный Лес Смерти. Это порочное ущелье, да. После того, как он прошел через лес, он будто бы вошел в другой мир. Это был мир, который не заканчивается. На земле были леса, реки, горные хребты. Даже небо было синее и облака белее. Этот пейзаж выглядел словно картина. Однако, такой огромный мир был отделен от всех Каменным Лесом Смерти. Чтобы сохранить такой мир почти безупречным, можно увидеть, что Каменный Лес Смерти не был таким уж простым. Чтобы отрезать такую большую землю от взора других людей, нужно было хорошо постараться. Это был действительно огромный объем работы. После этого, Чуфен отправился вглубь этих земель. Вскоре после этого, он встретил несколько человек. Они были уже пожилыми людьми и все находились в сфере боевых владык. Изначально они общались друг с другом, но увидев Чуфена, их глаза мгновенно встревожились. Видя их настороженные взгляды, хотя Чуфен и хотел расспросить их об этом месте, но ему пришлось идти дальше. По дороге, Чуфен встретил еще несколько групп людей и чем глубже он входил, тем больше людей он видел. Чуфен остановился только тогда, когда очень мощная духовная формация предстала перед ним. Золотое сияние опечатало небо и землю, как если бы оно полностью отделило его от остальной части мира. Кроме того, аура, которую оно испускало, была нерушимой. Чуфен не мог ее сломать. В тот момент, несколько людей также было остановлено формацией. Это было самым глубоким местом, куда кто-либо мог зайти в порочном ущелье. За пределами духовной формации поселились люди. Эти люди группировались от пары человек, до нескольких сотен. Эти люди делали все возможные. Некоторые пили вино и счастливо болтали. Судя по количеству разбросанного мусора, эти люди находились здесь уже достаточно долго. Было еще больше людей, охранявших свой собственный кусок земли. Они были очень насторожены. Они вообще не разговаривали с незнакомцами. Они чего-то ждали в полной тишине. Подслушав, о чем болтали здешние обитатели, Чуфен узнал, что причина, почему они пришли сюда, это засвидетельствовать величие учеников четырех защитников. Кажется, что эти слухи, скорее всего, верны. В противном случае, было бы невозможным привлечь сюда такое множество экспертов со всех возможных областей. В этот момент Чуфен насчитал уже несколько сотен человек. Из-за духовной формации они находились где-то в углу порочного ущелья. Весьма вероятно, что за пределами духовной формации находились тысячи других людей. Кроме того, вполне возможно, что были люди, которые еще не пришли или скрываются в каменном лесу. Примерное количество людей на тот момент достигало несколько десятков тысяч. Увидев такое множество людей, Чуфен не волновался. Вместо этого, он праздновал, что новость о поединке четырех учеников была правдой, хотя он и не собирался участвовать в этом бою. Кроме того, Чуфен не понимал многих вещей об учениках других защитников, а также о порочном ущелье. Помимо этого, люди здесь были очень осторожны, и многие не общались с чужаками, поэтому было сложно что-нибудь разузнать. Чуфен мог полагаться лишь на свой слух и подслушивать разговоры других. Он хотел посмотреть, сможет ли он разузнать что-нибудь из их слов. Как пословицы гласят, усилия не разочаруют тех, кто решителен. После подслушивания, Чуфен наконец узнал несколько вещей. Четырьмя защитниками являлись Цу Цаньфын, Юминдин, Сюэсье и Фулиншин. Они были очень сильными и старыми, особенно Юминдин. Говорят, что он жил на протяжении более трехсот лет. Он был действительно старым монстром. Кроме Цу Цаньфына, после распада секты жестокого демона Ночи, у всех них были ученики. Ученик Юминдина, Ютунхань, ученик Сюэсье, Сюэньсяача, ученик Фулиншина, Фуфенмин. У всех четырех защитников была высокомерная натура, и они считали себя лучше других. Когда они выбирали учеников, конечно, они были очень жесткими. Чтобы стать их учениками, нужно было быть драконом среди людей и гением среди гениев. Их ученики действительно их не подводили. Когда они были молоды, у них уже был талант, который превзошел других. Они очень быстро учились и были признаны выдающимися гениями. Но, к сожалению, после распада секты, Юминдин, Сюэсье и Фулиншин спрятали своих учеников от мира. Они сделали так, как будто их никогда и не существовало. Их возраст равнялся примерно 30 годам, немного старше, чем гении из региона Восточного моря и старше, чем первый гений региона Восточного моря Мужун Сюнь. Однако, несмотря на исчезновение в течение многих лет, время не в состоянии повлиять на имена трех гениев. Многие думали, что их сила даже немного превосходила силу Мужун Сюня. Три гения, как и их мастера, накопили много поклонников. Поэтому так много людей, игнорируя все препятствия, пришли в порочное ущелье. Их цель была очень проста – увидеть величие трех учеников. Этот голос – это ее? Вдруг зрачки Чуфына сузились и посмотрели вдаль. Глава 761. Встреча знакомых. Чуню. Чуфын был удивлен, потому что ему померещился голос Чуню. Таким образом, он быстро поднялся в воздух и проследовал в направлении голоса. Чем больше он приближался, тем яснее был голос. Постепенно он стал резким по сравнению с первоначальным состоянием. Наконец, после полета, Чуфын увидел кучку людей, которые собрались неподалеку. Казалось, что там что-то происходит. Пройдя через толпу людей, Чуфын мгновенно узнал двух человек в самом центре. Это было Чуню и Чжаньфын. Почему они тоже здесь? Чуфын не стал сразу себя раскрывать, когда их увидел. Вместо этого он смешался с толпой и решил посмотреть на то, что происходит. Оказалось, что они спорили. Чжаньфын не был один. Позади него, стояли более десятка его приспешников, которые были примерно одного возраста. Они все были боевыми владыками, и самый слабый из них был второго ранга. Однако, гении Архипелага Кары Бессмертных, в настоящее время не носили одежду Архипелага Кары Бессмертных. Вместо этого они были в обычной одежде, и они окружили Чуню. Их намерения не были добрыми. Чжаньфын, даже не думайте нападать на меня. Если вы продолжаете чинить неприятности, я расскажу всем о том, что сделал ваш Архипелаг Кары Бессмертных. Чуню кричала, хладнокровно и жестоко. Брови Чжаньфына резко нахмурились, и волнение появилось в его глазах. Он хладнокровно сказал. Леди Чуню, не парите чушь. В противном случае будьте осторожны, так как вы можете навлечь на себя беду. Затем Чжаньфын пошел вперед. Его приспешники приблизились к Чуню и по всей видимости хотели ее убить. Ах, вы хотите, чтобы я замолчала? Чуню нахмурила брови, когда услышала его угрозы. Но она была не только бесстрашной, но и решила привлечь внимание толпы. Смотрите. Чжаньфын с Архипелага Кары Бессмертных хочет меня убить, потому что его план провалился. Чуню кричала довольно громко, чтобы все могли ее слышать. В результате каждый, кто был рядом, услышали крик и подошли. Когда они подошли, некоторые люди узнали Чжаньфына, Чуню и других. Они были ошеломлены, так как не ожидали увидеть двух гениев, которых так хорошо знали в регионе Восточного моря. Видя все большее число людей, которые окружали их, лицо Чжаньфына стало пепельным. Тем не менее, он выдавил улыбку на лице и сказал Чуню. Леди Чуню, я уверен, что вы ошиблись. Я, Чжаньфын, не причиняю вам никакого вреда. Как насчет того, чтобы просто успокоиться и поговорить? Поговорить? А чем? А чем с вами говорить? Если бы я не убежала оттуда, вы бы меня уже убили. Чуню положила руку перед грудью и сжала губы. Затем она закричала. Люди, дяди, тети, братья, сестры. Хотя мы и не знаем друг друга. Это судьба, что мы тут встретились. Эти ублюдки, которые меня окружают, все родом с архипелага Кары Бессмертных. Лидером является всем известный Чжаньфын. Что касается меня, меня зовут Чуню, я одна из пяти учеников Леди Пиамиа с Туманного Пика. Сегодня, я услышала то, что не должна была. Кажется, что скорее всего, я не покину это место живой. Если это действительно произойдет, скажите Леди Пиамиа, кто мой убийца и пусть она отомстит за меня. Сначала только немногие узнали Чуню и Чжаньфына. Но когда Чуню заговорила, он сразу же сказала всем, кто они. Моментально все были ошеломлены. Но никто так и не решился спросить о том, что случилось, и никто не попытался их разнять. Были даже некоторые люди, которые, узнав, что он был Чжаньфыном, убежали от страха. В тот момент было хорошо видно, что всем было все равно. Видя это, углы рта Чжаньфына искривились в насмешке. Затем он посмотрел на слуг и крикнул. Вперед, в ушшшш. После разговора, Чжаньфын и другие напали на Чуню. Она, как представляется, уже ожидала этого. Она хладнокровно фыркнула и сказала. Чжаньфын, вы думаете, я все еще тот человек, над которым вы тогда издевались? Сегодня я отомщу за то, что вы сделали в тот день. Бум. Пока она говорила, огромная сила вырвалась из тела Чуню. Чжаньфын, она была в форме мощного вихря, похожего на ураган, и он мгновенно охватил Чжаньфына и других. Ах, моментально, всех, кроме Чжаньфына, засосало в ураган. У людей с легкими ранениями были очень бледные лица. Люди с тяжелыми ранениями изрыгали кровь, а их органы получили чудовищные повреждения. Пятый ранг боевого владыки. Старшая Чжаньфын совершила прорыв. Чувствуя ее ауру, Чжаньфын тайно обрадовался ее успехом. Немного времени прошло с того момента, как он покинул туманный пик, но Чуню все же смогла подняться на целый уровень. Как хороший друг Чуню, Чуфын действительно чувствовал себя счастливым за нее. Мне было просто интересно, почему вы настолько уверены в себе. Итак, вы совершили прорыв. Но что вам это дало? Вы действительно думаете, что можете меня победить? Несмотря на то, что он обнаружил ее уровень, лицо Чжаньфыня все еще было полно презрения. Он расширил свою ладонь и выпустил свою боевую силу. С треском он разрушил вихрь Чуню. Та-та-та после того Чжаньфын выбросил свою ладонь вверх, Чуню была вынуждена сделать несколько шагов назад. Ее лицо резко побледнело. Видя, что ситуация разворачивалась не в ее пользу, Чуню не стояла на месте, в ожидании смерти. Она повернула ладонь, и длинный меч появился в ее руке. Это было незавершенное королевское вооружение, которое содержало боевую силу уровня сферы боевых королей. Взрыв почти в то же мгновение, когда Чуню вынула меч, Чжаньфын выполнил еще одну атаку. Ее меч выпал у нее из рук, и она упала. После этого, Чжаньфын махнул рукавом и заключил ее в свою духовную формацию. В это же время он подтянул ее меч к себе, и он упал ему прямо в руку. Хотя у них был одинаковый уровень, Чжаньфын подавил Чуню очень быстро. Потирая незавершенное королевское вооружение Чуню, Чжаньфын самодовольно улыбнулся и сказал. Леди Чуню, кажется, что вы только недавно совершили прорыв. Ваша сила на пятом ранге боевого владыки еще до конца не укрепилась. Разница между нашими силами, будто между небом и землей. Вы и близко мне не ровня. Ха. Меньше этого высокомерия. Вы забыли, как вас победил младший Уцин в области боевых отметок бессмертных, сказала Чуню. Услышав эти слова, Чжаньфын позеленел от злости. Глава 762. Появление Уцина. Уцин – тот, кто побил рекорд Мужун Сюня в области боевых отметок бессмертных. Это определенно он. Существует только что один Уцин, участвовавший в испытаниях области боевых отметок бессмертных. Не означает ли это, что Уцин действительно одолел трех гениев с архипелага кары бессмертных? Услышав слова Чуню, окружающая толпа начала перешептываться, так как после этого случая имя Уцина знали все. Все, кто слышал Чуню, верили в достижение Уцина, но были и те, кто сомневался. Ведь такая новость была немного преувеличена. Однако, когда они услышали ее слова, у них не было выбора, кроме как поверить ей. Ведь они знали, что Чуню и Чжаньфын вошли в область боевых отметок бессмертных. Они видели все своими глазами. Лицо Чжаньфына стало хмурым, когда он услышал шепот окружающих. Это было неуважительно к ним. Таким образом, он указал на Чуню и закричал, чушь. Если бы Уцин не увеличил свою силу и не использовал бы подлые техники, как бы он смог меня победить? Если я встречусь с ним снова, я определенно убью его. Чжаньфын, вы можете съесть все, что вы хотите, но вы не можете говорить все, что вы вздумается. Вы не знали, что Уцин тоже здесь. Осторожно, если он это услышит, вам будет очень плохо. Что? Уцин тоже пришел сюда? Это действительно так? Очень хотелось бы узнать, является ли Уцин таким же сильным, как про него говорят. Огромные волнения возникли в толпе после слов Чуню. Все они хотели увидеть Уцина. Что за шутка? Я должен его бояться? Вы сказали, что он тоже пришел сюда. Это к лучшему. Если я увижу его, я преподам ему очень хороший урок, сказал Чжаньфын презрительно. Он всегда думал, что Чжуфын получил какую-то особую силу, в результате чего он выиграл тот бой. Если бы это был нормальный бой, он определенно бы его победил, просто растоптав Чжуфына. СС, вы смеете действовать так высокомерно, потому что вы знаете, что юный Уцин еще не пришел. Если бы вы знали, что он уже здесь, вы бы напрудили в штаны от страха, сказала Чуню. Вы думаете, что я боюсь его? Чжаньфын покраснел от гнева. Он вызвал духовную информацию, которая ухватила Чуню за шею. Он сильно сжал ее. Когда Чжаньфын держал свою руку на шее Чуню, он поднял ее вверх и закричал Уцин, где ты? Приди сюда, если смеешь. Разве она не сказала, что ты очень сильный? Она сказала, что без своей демонической силы ты сможешь меня победить, не так ли? Выходи. Не быть трусом. Сюда. Выходи сюда. Иначе я убью эту девушку. Высокомерный голос Чжаньфына был очень громким, даже громче, чем голос Чуню. К тому же, толпа разнесла его слова очень быстро. В результате, большее число людей пришло посмотреть. Первоначально, Чжаньфын планировал молча посмотреть на то, что происходит. Но теперь, рука Чжаньфына была на шее Чуню. Чжаньфын не мог сдержать себя, наблюдая эту картину. Отпусти ее. Чжаньфын вдруг сделал свой ход. С молниеносной скоростью он бросился на Чжаньфына и, выхватив меч, он использовал свою силу второго ранга боевого владыки, чтобы ударить руку Чжаньфына, которая держала Чуню. Это повергло Чжаньфына в шок, так как он не ожидал, что кто-то действительно выберется из толпы. Таким образом, когда он почувствовал, что кто-то приближается, ему было известно об опасности. Он быстро отпустил Чжаньфына и отпрыгнул в сторону. Кахэм, Кахэм. В этот момент, Чжаньфын начала кашлять и подняла голову, чтобы посмотреть на своего спасителя. С большим недоверием она сказала. Юный Уцин, вы действительно пришли. Что это Уцин? После того, как это услышала толпа, шепот усилился. Они все слышали об Уцине раньше, и все желали увидеть его силу. Он всего лишь боевой владыка второго ранга. Второй ранг победил трех гениев с Архипелага Кары Бессмертных. Разве такое возможно? Кажется, что это были только слухи. Кажется, что слухи о его божественных подвигах всего лишь шутка. Да. Как говорят, вместо того, чтобы верить слухам, почему бы не увидеть все лично? Он действительно кажется каким-то щуплым. Не торопитесь. Никто из вас не обратил внимания на скорость и силу, которую он использовал только что. Боевая сила этого ребенка весьма необычная. Хотя он имеет только второй уровень, его настоящая сила выходит за рамки второго уровня. Возможно, он действительно может победить Джань Фына. Это невозможно. Даже если его боевая сила превосходит второй ранг, он не может победить Джань Фына. Необходимо знать, что у Джань Фына пятый ранг боевого владыки. Между ними три полных уровня. Это слишком большой разрыв. Да быть не может. Увидев уровень Чу Фына, толпа разделилась на два лагеря. Одни считали, что, судя по его силе, Чу Фын не может победить Джань Фына. И поскольку Джань Фын тоже признался в том, что его одолел Чу Фын, это означало, что он использовал какую-то технику, которая дала ему преимущество. Только тогда он был в состоянии победить Джань Фына. В настоящее время он не имел той силы, поэтому он не может победить Джань Фына. Но также были люди, которые считали, что в атаке Чу Фына было что-то сверхъестественное. Возможно, он воистину обладал мощью, о которой гласили легенды. Когда Джань Фын обнаружил, что человек, который напал на него, был Уцином, он был очень удивлен. Но также он почувствовал радость, так как это был его шанс показать себя и смыть с себя весь позор. Уцин, я действительно не думал, что ты сюда придешь. Но, должен сказать, что я действительно восхищаюсь твоим мужеством. После того, как ты покинул область боевых отметок бессмертных, ты смеешь появляться передо мной. Ты будешь чувствовать себя очень жалко, когда я закончу с тобой. У Джань Фына был очень холодный взгляд. Он был очень нетерпелив. Ему хотелось избить Чу Фына до смерти. Однако, Чу Фын спокойно улыбнулся и сказал, на самом деле, я уже могу видеть, чем это кончится. Знаешь чем, чем? Спросил Джань Фын. Твоим окровавленным лицом, под моей подошвой ответил Чу Фын. Глава 763. Напряженная битва. Какие бесстыдные слова. Без получения силы таким злым методом, ты думаешь, что сможешь хотя бы немного продержаться против меня. Не говори, что ты не получил никакой особой силы из храма воспроизводства. Если же нет, тогда почему ты был тогда боевым владыкой третьего ранга, а сейчас боевой владыка второго ранга? Сказал Джан Фын яростно. Да, я получил тогда кое-что в храме воспроизводства, и в результате, получил на время силу, которая подняла мое развитие с боевого владыки первого уровня до боевого владыки третьего уровня. Однако, если ты полагаешь, что я одолел тебя, полностью положившись на чужую силу, тогда я могу только сказать, что ты совершенно не прав. Чу Фын признал это, потому что полагал, что это в любом случае не было позорным. В конце концов, боевой владыка третьего уровня, одолевающий боевого владыку пятого уровня, это была его сила. Ты довольно бесстыдный, и очень коварный, но это не важно. Сегодня, я сорву твою фальшивую личину перед этой толпой, и позволю всем узнать, на самом ли деле ты такой несравненный гений. Бум внезапно, Джан Фын сделал свой ход. Сложив руки, он атаковал. Это была не боевая сила, не боевой навык. Это была атака духовной формации. Безграничная сила духовной формации была создана моментально. Тогда, пурпурная духовная формация, поднявшаяся за ним, сошлась в форму огромной волны, которая могла коснуться неба, когда с силой устремилась к Чу Фыну. Чу Фын подсознательно издал намек на усмешку, когда увидел это. Он прекрасно понимал, что Джан Фын не только хотел победить его, он также хотел его унизить. Во внешнем мире, слухи гласили, что техники духовной формации Чу Фына были сильны. Потому он хотел битву именно в техниках духовной формации, потому он мог отвесить Чу Фыну смачную пощечину и таким образом унизить его. Честно говоря, если бы это была битва боевой силы, возможно, Чу Фын действительно не смог бы одолеть Джан Фына с его нынешним развитием. Как минимум, это было бы очень сложно. В конце концов, была разница в целых три уровня. Что касалось боевой мощи Чжан Фына, она на самом деле не была на одном уровне с Ван Луном или Циньюй. В рамках одного поколения, Чжан Фын действительно был сильнейшим гением. Однако, относительно силы чистых техник духовной формации, мог ли Чу Фын бояться Чжан Фына? Даже не говоря о понимании Чу Фына техник духовной формации, одна его духовная формация была во много раз сильнее Чжан Фыновой. Стоит знать, что у Чу Фына было сокровище, призрачный топор Асуры. Хотя в бою топор больше не был слишком полезным, он все же оставался осваиваемым элитным оружием. Ценность призрачного топора Асуры опиралась на особый эффект – тренировку силы духа. Призрачный топор Асуры уже объединился с Чу Фыном, он мог контролировать его по своему желанию. Хотя, на первый взгляд, Чу Фын уже долгое время не занимался какими-либо тренировками. На самом деле, благодаря призрачному топору Асуры, его силы духа все время продолжала укрепляться. В результате, в настоящее время сила духа Чу Фына была уже очень сильна, что также привело к тому, что его духовные формации, которые он закладывал, были сильнее, чем те, у кого было более высокое развитие. Старшая Чу Ню, отойди, сначала Чу Фын отодвинул Чу Ню, а затем, без всяких намеков на уклонение, он, стоя на одном месте, стал закладывать формацию. Техники духовной формации Чу Фына были на самом деле слишком искусными. Силой мысли, формация была закончена. Почти точно в этот момент огромная волна, которую создал Чжан Фын, почти накрыла Чу Фына, и был слышен гул. Куда более яростная волна духовной формации была вызвана Чу Фыном. Она не только остерла ту, что создал Чжан Фын, но и устремилась к Чжан Фыну. Ты. Даже Чжан Фын, который прежде был несравнимо самоуверен, не мог не удивиться, когда увидел это. Он никогда не ожидал, что техники духовной формации Чу Фына такие совершенные и, несмотря на его развитие, так сильны, что могли сломать ту, что он создал поначалу. Было уже слишком поздно, с его силой у него не было способности создать другую формацию на таком расстоянии. В результате, у Чжан Фына не было выбора, лишь отлететь и пересоздать формацию, когда он уклонился от этой волны. Хаймым, наконец, новая духовная формация была сформирована. Это была стена, у которой была необыкновенная масса. Эта стена духовной формации была необычной стеной духовной формации. Это была хитро сделанная и изысканная духовная формация, потому логично, что она должна была остановить гигантскую волну Чу Фына. Однако, Чу Фын ожидал такого исхода. В конце концов, атака, которую он применил только что, была создана в торопях, потому она была не способна ранить Чжан Фына. Следующая атака, однако, собиралась стать даже более яростной. Уааа-жесты, которые использовал Чу Фын, чтобы создать духовную формацию, изменились, когда создавалась новая формация. Почти в то же время, волна духовной формации рассеялась, и появился дракон духовной формации, длиною в несколько сотен метров. Когда дракон духовной формации взревел, весь мир задрожал. Со взмахом, подобного небесам, хвоста дракона, раздался рокот, и полностью разрушил стену духовной формации Чжан Фына. Так, они продолжали обмениваться атаками. Их битва духовных формаций имела миллиарды изменений, и все виды странностей. Более того, каждая отдельная атака была сильнее предыдущих, и когда наблюдающая толпа смотрела на эту сцену, их сердца и души дрожали, когда они вздыхали в восхищении. Владение Чу Фына и Чжан Фына техниками духовной формации, в самом деле было довольно умелым. Их контроль был так хорош, что духовная формация, можно было сказать, была той формы, которую желали их души. Многие наблюдавшие за этой битвой не могли даже близко сотворить нечто подобное, такова была сила истинных гениев. Кажется, слухи не врут. Как минимум, этот Уцин обладает очень сильными навыками с точки зрения техник духовной формации. Да, в конце концов, между ними разница в три уровня. Но с точки зрения техник духовной формации, Уцин не только ни на йоту не слабее Чжан Фына, он даже превосходит его. Его навыки в техниках духовной формации, можно сказать, просто беспрецедентны, и я сомневаюсь, что в будущем будет кто-то, у кого будет такая же сила. Он действительно гений духовных формаций. Многие хвалившие поддерживали Чу Фына. В конце концов, те, кто наблюдал, были не слепыми. Они могли сказать, что хотя Чжан Фын атаковал первым, Чу Фын подавил его, и в момент, когда Чу Фын сделал собственный ход, он получил преимущество. И тогда, когда они думали о нынешнем развитии и возрасте Чу Фына, для них было правда трудно не вздохнуть в восхищении. Я не верю, что я действительно слабее тебя в техниках духовной формации. Чжан Фын сейчас сильно беспокоился о том, какое мнение он вызвал у свидетелей, по отношению к себе. Потому, даже когда он боролся против Чу Фына в техниках духовной формации, он все же внимательно слушал наблюдавших. Услышав обсуждение толпы, которая склонилась на сторону Чу Фына, он пришел в еще большую ярость, и все сильнее не желал сдаваться. Потому, со скрипом зубов, его упрямство заполонило разум. Он поклялся бороться против Чу Фына до самого конца лишь с помощью техник духовной формации. Однако, как только Чжан Фын почти создал новую духовную формацию, планируя блокировать ту, что Чу Фын послал его, он внезапно услышал оглушительный рев позади себя. Как это возможно? Он повернул голову, и лицо Чжан Фына мгновенно потеряло все краски, потому что позади него появился огромный, уродливый, пурпурный зверь духовной формации. Зверь духовной формации не только обладал несравнимой яростной аурой, его атака уже была неизбежна. Он запечатал его путь к отступлению, и у него больше не было времени защититься. Важнее всего, что по его ауре он мог определить, что духовная формация была создана Чу Фыном. Это заставило его ощущать сразу смущение и стыд, но также огромную ярость, потому что Чу Фын без его ведома заложил духовную формацию позади него. Когда это было обнаружено, уже было слишком поздно, он был загнан в угол. Даже если он очень не хотел этого, у него не было выбора, кроме как признать, что с точки зрения техник духовной формации он был в самом деле хуже Чу Фына. Умри! Бум в этот момент Чжан Фын внезапно закричал. Затем его тело затряслось, и закружилась безграничная боевая сила. Боевая сила была несравнимо яростной, это было огромное доказательство настоящей силы Чжан Фына. Потому она моментально полностью разрушила атаку духовной формации, которую сделал Чу Фын. Хотя казалось, что у Чжан Фына преимущество, оно было, в конце концов, получено, полагаясь на боевую силу. Не на технике духовной формации. В результате, его движение ясно сказало всем, что он, Чжан Фын, проиграл в битве техник духовной формации. Глава 764. В самом деле, гений. В этот момент, несмотря на сокрушение атаки духовной формации Чу Фына, лицо Чжан Фына было пепельным, его выражение искривилось. Изначально он хотел использовать техники духовной формации, чтобы одолеть Чу Фына и показать его силу. Так другие узнали бы, что без посторонней помощи, Чу Фын никогда не смог бы его одолеть, но он не думал, что техники духовной формации Чу Фына были на самом деле так сильны. Невольно он дал себе огромную пощечину, и полностью смутил себя. Но поскольку вещи шли своим чередом, он ничего не мог сделать с этим. Если он и мог кого-то винить, то только себя, потому что переоценил собственные способности, и недооценил Чу Фына. Он, который только что получил урок, больше не собирался сдерживаться. Он больше не хотел давать Чу Фыну каких-либо шансов возмездия. Свист используя развитие боевого владыки пятого ранга, он резко развернулся и в его руке появился трехметровый серебряный меч. После того, как меч появился, слай боевой силы уровня короля просочились из него. Все это вошло в тело Чжан Фына, и его аура стала в несколько раз сильнее, чем прежде. Это было незавершенное королевское оружие, которым владел Чжан Фын, казалось, что он был действительно серьезен. В противном случае, он не стал бы немедленно вытаскивать такое сокровище, как это оружие. В конце концов, для него незавершенное королевское оружие было последней козырной картой. Умри. Внезапно меч в его руки двинулся, он ударил им в воздухе по направлению к Чу Фыну. Бум. Когда этот меч появился, его сила была безусловной. Как будто этот меч мог пронзить небеса и разрушить вселенную. Несомненно, сила незавершенного королевского оружия была продемонстрирована во всей красе. С одним этим мечом определенно не было бы проблем, если бы он захотел превратить горный хребет в равнины, или обернуть равнины бесконечной впадиной. В этот момент, наблюдатели отбежали уже довольно далеко. Хотя большинство их них были боевыми владыками, они все же сильно боялись незавершенного королевского оружия. В конце концов, это было оружие с боевой силой боевого короля. Но Чу Фын был ни в малейшей степени не напуган, и не показал ни малейших признаков атаки. Вместо этого, он стоял на месте со скрещенными на груди руками. У него был вид свидетеля, наблюдающего увлекательное шоу. Это было чрезвычайно высокомерно. Почему этот Уцин не бежит? Даже боевой владыка шестого уровня должен уклоняться от подобной атаки, и даже они не смели бы быть беззаботными. Он, боевой владыка второго уровня, ищет смерти? Его разум замер от ужаса, верно? Не думаю, потому что у него явно нет никаких признаков страха. Вся толпа была поставлена в тупик нынешними действиями Чу Фына. Только сам Чу Фын знал, что он делает. Он хотел унизить Чжан Фына, но с его силой, сейчас он, в самом деле, не мог этого сделать. Однако, даже если он сам этого не мог, в действительности, он был способен на это, потому что он был не один. У него все еще была выдающаяся королева. Хаймэм Чу Фын пожелал, чтобы врата духовной формации появились перед ним. В то же время, грациозная и исключительно красивая яичка, под взглядами толпы, элегантно вышла на сцену. Мировой дух? Он использует мирового духа, и это мировой дух только на втором ранге. Этот уцин ненормальный? Он смотрит на Чжан Фына свысока, не так ли? Увидев яичка, толпа была ошарашена даже больше. Они не могли понять, что творит Чу Фын. Только в этот момент атака Чжан Фына свершилась. Энергия меча, скопленная незавершенным королевским оружием, с разрушительной силой врезалась в яичко. Несколько мягкосердечных людей не могли не закрыть глаза, потому что они не хотели видеть вид болезненной смерти яичка. В конце концов, глядя на это со стороны, она была чрезвычайно редкой красоткой. Такая красотка была убита, это то, что многие люди не хотели видеть. Однако, как только многие люди посчитали, что яичко вне всякого сомнения мертво, она очень обыденно махнула рукой и энергия меча с неистовой силой мгновенно рассеялась, словно легкий порыв ветра, исчезая перед яичком. Что что случилось, что это, что только что произошло. Все были озадачены, когда они увидели яичко, которое совсем не напрягаясь, стало причиной того, что энергия меча незавершенного королевского оружия рассеялась, словно ветер. Как это возможно? Тот, кто был сейчас больше всех шокирован, был никто иной как Чжан Фын. Он очень хорошо знал, какую силу содержала энергия удара мечом. Это была атака, в которой он не сдерживал ничего. Даже если бы боевой владыка шестого ранга был поражен им, он был бы тяжело ранен и, возможно, даже умер. И все же, такая атака была полностью рассеяна всего лишь взмахом ее руки. Он даже не смел верить этому. Ложная видимость. Дай мне увидеть, что за хитрость ты используешь. Ощущая огромный конфуз, Чжан Фын снова совершил атаку. Это было точно так же, как и прежде, такой же выпад вперед. Яичка слегка нахмурила брови на подступающую безграничную энергию меча. Тени презрения и раздражения появилось в ее глазах. В этот раз она не махнула рукой. Вместо этого она положила руки на талию, открыла свой заманчивый ротик и завопила на Чжан Фына. Ты закончил. Бум. Этот яростный рев пронзил воздух, и все ощутили, что земля была на грани разрушения, а небо собирается упасть. Даже окружавшие их боевые владыки не могли не пошатнуться. Было даже несколько людей, которые упали на землю. Энергия меча Чжан Фына была не только вновь стерта, после рева Яичка, даже Чжан Фын получил отдачу. После ее рева, он был отброшен на несколько тысяч метров. Небеса. Эй, это девчонка мировой дух? Все, наконец, пришли в чувство, и осознали, что то, что только что произошло, было несовпадением. Яичка действительно обладала способностью рассеять атаку Чжан Фына взмахом руки. Как может существовать такой сильный мировой дух в этом мире? Может ли быть она, после подтверждения силы Яичка, их немедленной реакцией было связать это с одной возможностью? И все же, они на самом деле не смели принять такую возможность, потому что если это было правдой, тогда это означало, что Чжан Фын на самом деле был слишком сильным. Это не может быть ошибкой. Человеческая внешность, невообразимая боевая сила. Это определенно легендарный мировой дух Асуры, как только все стали строить неуверенные догадки. Старый человек, который жил как минимум две сотни лет и был уже одной ногой в могиле, сказал с абсолютной уверенностью. Это действительно мировой дух из духовного мира Асуры? Боги. Разве это не значит, что этот Уцин действительно бесподобный гений? В конце концов, во всех исторических записях, те, кто могли заключить контракт с мировым духом Асуры, все становились великими и известными героями. Неудивительно. Тогда неудивительно. Неудивительно, что техники духовной формации Уцина такие впечатляющие. Потому что мировой дух, с которым он заключил контракт из духовного мира Асуры. Установив это, все изменили свой взгляд, когда смотрела на Чуфына. На их лицах были шок, восхищение, похвала, зависть, и даже обожание и любовь. Младший Уцин, ты действительно, в действительности, не говоря о наблюдателях, в этот момент даже Чуню, чьи отношения с Чуфыном были очень хорошими, слегка раскрыла рот и округлила глаза. В ее взгляде появилось недоверчивое удивление. Глава 765. Техники королевы. Ублюдок. Я убью тебя, я убью тебя. Чжан Фын, который был сдут яичком, почти обезумел. Он явно не осознавал, в какой он был опасности, и все, что он чувствовал, была только бесконечная злость. Потому что, для него сохранение лица было чрезвычайно важно. Не имело значения, была ли это битва техник духовной формации, или яичко только что и то и другое заставили его полностью потерять свое лицо. Это было чем-то, что он не мог вынести. Потому, сейчас Чжан Фын не только не выбрал путь отступления, он даже приготовился начать свою самую безумную атаку. Он сделал левой рукой особый жест, и правой рукой ухватился за меч. Когда он сделал это, его аура резко усилилась, и он вплотную приблизился к сфере боевого владыки шестого ранга. Смертный табу, техника призрачного меча, внезапно закричал Чжан Фын. Большой серебряный меч в его руке снова указал на яичко, а затем луч света неистово выстрелил из него. Когда он использовал технику призрачного меча, небо мгновенно поменяло цвет. Давление, с которым они столкнулись, заставило всех лишиться красок на лице. Даже боевые владыки шестого ранга невольно отступили на некоторое расстояние от Чуфына и яичко, опасаясь, что они будут ранены ими. Запрещенные боевые навыки были, в самом деле, несравнимо сильны. Хаймым, однако, яичко встретило такую атаку с презрением. Ее губы изогнулись, и она холодно фыркнула. Затем, с помощью мысли, на вид бесконечная газообразная масса заструилась из ее тела. Следуя ее воле, она стала большим мечом черных закручивающихся языков пламени. Он был длиною почти тысячу метров. Он лежал горизонтально в воздухе, и это было необыкновенно внушительно. Когда он разросся, он столкнулся с техникой призрачного меча Чжанфына. Бум-огромный взрыв потряс весь мир. Даже те, кто были за несколько сотен миль от источника звука, могли ясно слышать этот взрыв и ощущали страх. Однако, после такого взрыва, техника призрачного меча Чжанфына была разрушена. Но оглядываясь на поднимающиеся языки черного пламени яичко, можно было увидеть, что они не только не ослабли, они даже выросли в размере. В этот самый момент он полностью окружил Чжанфына. Что это, черт побери, что ты такое, черт побери. В этот момент, лица Чжанфына было бледным, как будто он был болен. Очевидно, отдача техники призрачного меча начала пытать его. Когда он держал незавершенное королевское оружие, он хаотично размахивал им. Когда он делал это, он даже ругался. Он явно не мог принять того факта, что техника призрачного меча была сломана яичком. Бесстыдные слова. Ты смеешь быть неуважительным со мной? Катись сюда, за своим наказанием. Яичко была в ярости, когда услышала ругань Чжанфына. С силой мысли безграничное черное пламя заморозило движение Чжанфына. Когда пламя закрутилось вокруг высшей гении архипелага кары бессмертных, Чжанфын был приведен перед яичко в запутанное состояние. Ты отвратительная женщина. Я убью тебя. Как мог Чжанфын просто принять такое публичное унижение? В сравнении с яичком он был намного более разъяренным. Он махал серебряным большим мечом в своей руке и хотел разрезать яичко надвое. Ты рядом не стоял с тем, чтобы быть достойным убить меня. Однако яичко было кем-то, кого Чжанфын мог ранить. В момент, когда они оба обменялись ударами, исход уже был установлен. Пучи, а прежде, чем меч Чжанфына даже полоснул вниз, яичко отдала приказ, который стал причиной того, что Чжанфын закричал от боли. В то же время, незавершенное королевское оружие выпало из его рук. Когда окружающие внимательно присмотрелись, все они не могли не затаить дыхание. То, что упало вместе с незавершенным королевским оружием, была также одна из рук Чжанфына. Не то чтобы Чжанфын потерял свое незавершенное королевское оружие, он потерял свою руку. Аааа, боль от его отрезанной руки заставила Чжанфына бесконечно выть. Это, однако, было просто началом. Пламя вокруг яичко двигалось, как ее душа пожелает. В черном пламени Чжанфын был полностью под контролем яичко. Ей даже не нужно было двигать кончиком пальца. Одним своим разумом она могла мучить Чжанфына до состояния, когда ни одна часть его тела не осталась невредимой. Можно было сказать, что весь Чжанфын был под контролем яичко. Если она хотела отрезать его руку, его нога не была бы ранена. Если бы она хотела отрезать его ногу, его рука не была бы ранена. Им-им-им. Только в этот момент произошла самая шокирующая сцена. Когда Чжанфын раскрыл рот, выпуская звуки, похожие на плач призраков и волчий вой, яичко заставило черное пламя влиться в его рот. Оно прошло через его рот, и все же вышло через его уши и рот. В подобной ситуации, Чжанфын начал издавать стенания, неслыханные прежде. Никто не мог постичь, какого рода агонии он испытывал прямо сейчас. Но после того, как они увидели изменения, случившиеся с Чжанфыном, не было почти ни одного, кто не был бы бледен от испуга. Они не могли не ощутить холод, проходящий по их позвоночникам, и даже их сердца трепетали. Сцена в этот момент была действительно слишком ужасной. Когда черное пламя вошло в его тело, жизнь Чжанфына казалась извлеченной. Его волосы, похожие на чернила, сейчас стали белыми. Очень скоро они стали даже белее, чем снег. Тело Чжанфына также начало сжиматься. Бесчисленные морщины поползли по его телу, и его худоба была сравнима с трупом. Даже его развитие сильно сократилось. Чжанфын, который был боевым владыкой пятого ранга, сейчас вошел в сферу небес. Оно продолжало падать, и в мгновение ока, он вошел в сферу основ. Только когда у Чжанфына больше не было развития, такие изменения остановились. Наконец, яичко вытащило черное пламя из тела Чжанфына. И в этот момент можно было увидеть, что не осталось ни следа от былой привлекательности и элегантности Чжанфына. Теперь он выглядел больше как старик, чья жизнь подходила к концу. Что ты сделала со мной? Что ты сделала со мной? Глядя на свою ладонь, которой была полна морщины так высохла, что казалось даже нереальной, а затем ощутив, что его тело вообще лишилось силы, Чжанфын знал, что что-то было не так, и яростно закричал. Однако, сказав эти слова, он был даже более озадачен, потому что его голос изменился. Это был голос старика, бессильный, хриплый, и без какой-либо силы. Хе, ничего. Я только силой выпила твой источник энергии и развития. Но тебе не нужно пугаться. Я оставила немного источника энергии, чтобы ты остался обычным человеком. Как только ты напитаешь себя некоторыми сокровищами, я уверена, что ты сможешь прожить еще несколько лет. Яичко слегка сощурилось и показало очаровательную улыбку. Но такая опустошительная и очаровательная улыбка сейчас была даже более ужасающей, чем улыбка демона. Я убью тебя, я убью тебя. А, Джанфын был в ярости. Когда он говорил, он планировал атаковать Яичко снова. Но прежде, чем он сделал хотя бы шаг, он споткнулся об черное пламя со звуком пуф. Это было жалко, печально, и чрезвычайно трагично. Шаша, не передвигайся так беззаботно. Ты все еще думаешь, что ты боевой владыка пятого ранга. Прямо сейчас, ты бесполезный человек, у которого нет ни грамма развития. Если бы не я, ты прямо сейчас упал бы с неба, и был бы размазан в мясную пасту, по-доброму напомнила Яичко. Аааа. Джанфын правда испытывал великую боль. У него был суицидальный порыв, когда он взвыл в пространство. Он пытался взвыть своим тихим и бессильным голосом. Но его нынешний голос больше не имел никакой силы для этого. Что, что ты сказал? О, так ты не хочешь, чтобы я защищала тебя. Ты желаешь умереть? Услышав крик Джанфына, Яичко сладко улыбнулась, затем сказала. Нет проблем, я исполню твое желание. Свист сказав это, Яичко отозвало все черное пламя, которое запечатывало положение Джанфына, и он мгновенно потерял способность стоять в воздухе. С удивленным и испуганным криком, борясь со своим покалеченным телом, он упал вниз. Глава 766. Беда. Лорд Джанфын. Когда они увидели, что Джанфын упал с неба, все его прихвостни поднялись и хотели поймать его. Свист однако, прежде, чем позволить им войти в контакт с Джанфыном, черное пламя снова выросло из тела Яичко, заключая всех внутри. А, вскоре боевые владыки закричали в агонии. Как и Джанфын прежде, они почувствовали боль, их источники энергии и развития были высосаны. Также, как и Джанфын из энергичных юношей, они быстро стали пожилыми людьми, с белыми и серыми волосами, чьи жизни были постоянно в опасности. Пуф, пуф, пуф. После того, как их источники энергии были полностью высосаны, Яичко не убило их. Скорее, она просто уронила их на землю. Высота также была просто отличная, хотя они сломали несколько костей, они не умерли. Если бы Яичко хотела убить их, это было бы слишком просто. Но не стало этого делать. Вместо этого она оставила им глоток воздуха. Те, кто мог видеть, могли сказать, что это было настоящей жестокостью. Все ощущали они менее, когда стали свидетелями такой сцены. Они не только не могли вымолвить хоть одно слово, они полностью окаменели. Мировой дух из духовного мира Асуры был действительно слишком беспощадным. Хотя у нее была такая красивая внешность, сравнимая с внешностью феи, что могло затронуть сердце, но когда она действовала, ей было все равно, какие методы использовать. Она действительно насильно извлекла их источники энергии и развития. Не говоря о тех, кто лично испытал это, если бы даже кто-то услышал от такой вещи, по спине пробежал бы холодок. Яичко, кажется, ты даже более властная, чем я думал. В действительности, даже будучи мастером Яичко, Чуфен не мог не потрясти головой. Хотя у них и произошел конфликт в туманном пике, но он не дошел до того, чтоб они стали непримиримыми врагами. Как минимум, будучи на публике, на глазах у посторонних, люди с Архипелага Кары Бессмертных не посмели бы сделать что-то значительное Чуфену. Но сейчас все было иначе. Когда Яичко привела Джанфена в его нынешнее состояние, это также означало, что он ни во что не ставит Архипелаг Кары Бессмертных в своих глазах. С помощью Яичко, Чуфен и Архипелаг Кары Бессмертных стали действительно как вода и огонь. Они не могли сосуществовать мирно в одном мире. Вероятно, с сегодняшнего дня, каждый раз, когда он будет встречать людей с Архипелага Кары Бессмертных, будет вспыхивать битва насмерть. Но Чуфен на самом деле не винил Яичко. В конце концов, он и Архипелаг Кары Бессмертных были обречены стать такими, потому не было большой разницы, если бы этот день пришел позже или раньше. В частности, после Туманного Пика, было вполне вероятно, что Архипелаг Кары Бессмертных вписал его имя в черный список. Яичко, подбери с них вещи, внезапно сказал Чуфен. Свист Яичко не прохлаждалась. По ее воле, она опустошила все пространственные мешки и сокровища с их тел. Одной из самых привлекающих глаз вещей было, естественно, незавершенное королевское оружие Джанфена. Покалечив Джанфена и остальных, Яичко и Чуфен еще и публично их обокрали. Хе-хе, собрав все вещи, она передала их Чуфену. Затем она слегка подняла лицо и гордо произнесла. Как тебе? Я провела довольно хорошую работу, верно? Чрезвычайно красивая работа, Чуфен кивнул головой, похвалив. Ну конечно, Яичко чувствовала даже больше удовольствия, услышав похвалу Чуфена. Со сладкой улыбкой она вошла во врата мирового духа, оставив за собой только глубокий страх для толпы. После того, как Яичко вернулось в его тело, Чуфен убрал незавершенное королевское оружие Джанфена, так же как сокровище с его приспешников. Но была одна вещь, которую он не убрал. Аналогично это было незавершенное королевское оружие. Однако, Джанфен получил его от Чуню, потому Чуфен, естественно, должен был вернуть его владельцу. Старшая Чуню не слишком удобно говорить здесь. Давай сменим локацию, сказал Чуфен, вернув обратно незавершенное королевское оружие Чуню. Имым убрав оружие, Чуню кивнула. В этот момент ее лицо было не слишком радостно. Она казалась так же немного напуганной Яичком и Чуфеном. Свист потом они подскочили и побежали, оставляя позади наблюдателей. Они не знали, что делать. Они не могли на самом деле уйти. Они не могли на самом деле остаться. Они могли лишь стоять на месте, с пустыми лицами. Они смотрели на Джанфена и остальных, которые прежде имели довольно необычную ауру. Но сейчас у них не было ни малейшего развития. Кроме того, из юношей они превратились в стариков. Их жизни были на грани, и когда они смотрели на них, у всех были очень сложные эмоции. Хотя, тот, кто поверг Джанфена и остальных и стал причиной их нынешнего состояния, был мировой дух Асуры, Яичка. В их глазах настоящим виновником этого был на самом деле молодой человек, названный Юцином. В конце концов, несмотря на то, насколько сильнее был мировой дух, она исполняла приказы Уцина. Прежде, многие люди выражали сомнения насчет слухов об Уцине. Но сейчас, став свидетелями, все их подозрения полностью разрушились. Сейчас они знали, что Уцин не только столь же силен, как и гласят слухи, он также чрезвычайно ужасающий. Как минимум, те, кто лично был свидетелем всего произошедшего, решили в своем сердце, что без абсолютной необходимости, они абсолютно точно не могут обижать молодого человека по имени Уцин. Потому что он был чрезвычайно безжалостным человеком, который ничего не боялся. Не говоря уже о них, Уцин посмел покалечить даже Джанфена, гения, который имел такой необыкновенный статус. Как только толпа ощутила страх по поводу того, что Чуфен сделал, он привел Чуню в довольно пустынную местность. Только когда они увидели, что больше нет никаких следов посторонних, они заложили маскировочную духовную формацию и спрятали себя внутри. Хотя у Чуфена было очень равнодушное выражение относительно покалеченных Джанфена и остальных, это не говорило о том, что он не понимал, насколько серьезна была ситуация. Если бы люди с архипелага Кары Бессмертных узнали об этом, они собрались бы полностью разорвать Чуфена на части. С той силой и властью, которой они обладали в регионе Восточного моря, вполне возможно, что вскоре повсюду появятся разыскные плакаты на имя Уцина. Младший Уцин – это моя вина. Если бы не я, ты бы не. Ааа, я не знаю, что сейчас будет лучше. Я боюсь, даже Туманный пик не может защитить тебя. В конце концов, это как насчет того, чтобы покинуть регион Восточного моря. В противном случае, глядя на влияние архипелага Кары Бессмертных, я боюсь, в этот момент лицо Чуню захлестнуло беспокойство. Девочка, которая была такой бесстрашной и дерзкой, сейчас была в панике. Она очень хорошо понимала, что Чуфена спровоцировал беду. Старшая Чуню, нет нужды бояться. Как насчет того, чтобы я показал тебе кое-что интересное. В противоположность беспокойству Чуню, лицо Чуфена было безмятежным. Что это? Чуню ощутила озадаченность от слов Чуфена. Только в этот момент, прямо перед Чуню, Чуфен использовал трансформационную маску и изменил свою внешность, вернув свою настоящую внешность. Младший Уцин – ты. Чуню была ошарашена, когда увидела Чуфена в этот момент. Она была немного в растерянности. Хе, старшая Чуню, если быть честным, мое настоящее имя Чуфен, и это мое настоящее лицо. Только что, тот, кто покалечил Чжан Фена, был Уцин, и человек, которому нужно столкнуться с архипелагом кары бессмертных, также Уцин. Ничто из этого не относится ко мне, Чуфену. Причина, почему он показал свою настоящую внешность Чуню, была в том, что нужно было позволить ей успокоиться. Он не хотел, чтобы она чувствовала вину в своем сердце. Я уже догадывалась, что Уцин не твое настоящее имя, и что ты, вполне вероятно, изменил свою внешность. Но как бы там ни было, я никак не ожидала, что ты даже младше, чем я думала. Хотя беспокойство Чуню в самом деле немного уменьшилось, потрясение на ее лице достигло конечной точки. Глава 767. Катастрофа. Чуфен мог лишь слегка улыбнуться, когда увидел ошеломленное выражение Чуню, затем он сказал. Старшая Чуню, почему ты здесь? И как ты узнала, что я появлюсь в этом месте? Я знала лишь то, что ты придешь сюда, потому что я случайно подслушал разговор между мастером и старшей Цуршой. Что касается того, как я пришла сюда, это из-за того, что моя мастер дала мне задание. Справившись с заданием, я по совпадению обнаружила, что была довольно близка к этому порочному ущелью, потому я пришла проверить. В конце концов, я тоже хочу увидеть, кто самый сильный из учеников трех защитников. Я слышала, что сила каждого из них не хуже Мужуньсюна. Некоторые люди даже полагают, что они сильнее Мужуньсюна. Они гении, которые исчезли на многие годы, верно? Сейчас они снова вернулись, потому всем любопытно то, какого уровня силы они достигли, сказала Чуню, хихикнув. Узнав, что у Чуфына есть способность скрывать свою личность, она больше не переживала. Сейчас она вернула свое былое, живое, несдержанное и игривое настроение. Понятно. Тогда как ты столкнулась с Джанфыном? Даже если у вас в прошлом и были конфликты в области боевой отметки бессмертных, глядя на натуру Чжанфына, он не должен был срываться и атаковать тебя без причины, снова спросил Чуфын. Конечно, это было не без причины. Все было не так, потому что я попалась на ошибки и подслушала то, что я не должна была слышать, сказала Чуню, надув губы. Что ты подслушала? Спросил Чуфын. Хе, это большой секрет. Но если это правда, то события в порочном ущелье станут довольно интересными, сказала Чуню сладко. Что именно произойдет? Старшая Чуню, пожалуйста, не держи меня в неведении, нетерпеливо спросил Чуфын. Младший Чуфын, я уверена, с твоими техниками духовной формации, ты должен быть способен увидеть, что наша нынешняя локация не самая глубокая часть порочного ущелья. Ты также должен знать, что настоящее ядро находится в духовной формации, и что настоящее порочное ущелье скрыто в духовной формации, верно? Ответила вопросом Чуню и Мэм. В самом деле, эта духовная формация сильна. Неважно, высоко в небе, или глубоко под землей, нельзя пройти через нее. Если кто-то хочет пройти, они могут лишь разрушить духовную формацию. Но из того, что я вижу, эта духовная формация чрезвычайно искусно сделана. Формация целостна, связана и содержит на всем протяжении одинаковую энергию. Если кто-то ударит по ней, только слегка уравнивающая энергия сойдется в этом месте, чтобы защититься от удара. Очень сложно разрушить эту формацию, и даже боевые короли ничего не могут с ней сделать. Но, старшая Чуню, твой секрет относится к этой духовной формации? Спросил Чуфын. Конечно нет, но он связан с ней. Все знают, что это место одно из последних, оставшихся от секты жестокого демона ночи. Однако, никто не знает важность этого места. В порочном ущелье находится сокровище, сказала Чуню загадочно. Какое сокровище? Спросил Чуфын. Я также не знаю, что это за сокровище. Подслушав разговор Джаньфына, я узнал лишь то, что оно находится здесь. Но из того, что я слышала, архипелаг Кары Бессмертных уже послал армию, чтобы прорваться в это место. Даже Мужун Сюн прибыл. Даже члены девяти бессмертных архипелага Кары Бессмертных, седьмой бессмертный, восьмой бессмертный и также девятый бессмертный прибыли. Хотя этот девятый бессмертный лишь на пике сферы боевого владыки, он обладает королевской родословной, и также практикуется в запретной таинственной технике. Он успешно объединил обе этих силы в одну, и его боевая сила чрезвычайно подавляющая. Я слышала, что он существо, которое непобедимо в сфере боевых владык. Что касается седьмого бессмертного и восьмого бессмертного, они даже более впечатляющие. Они оба боевые короли. Для архипелага Кары Бессмертных выслать такую сильную группу людей, я уверена, что сокровище в порочном ущелье должно быть вовсе не простым, сказала Чуню выжидающая. Поскольку это сокровище находится в этом порочном ущелье и люди из архипелага Кары Бессмертных также знают об этом, они должны быть уже здесь. Они, должно быть, не способны открыть формацию, потому они еще не сделали свой ход. И сейчас, поскольку они выслали так много людей, они должны искать способ открыть эту формацию. И все же, если они действительно его найдут, что остановит их от того, чтобы просто ее не открыть? Почему они должны быть столь загадочны и скрываться? Предположил Чу Фэн, а затем его глаза налились светом. Может ли быть, что из-за учеников трех защитников? Младший Ю Цэн, ты на самом деле слишком умный. Это действительно из-за учеников трех защитников. Я слышала, что Чжан Фэн и остальные говорят, что причина, почему эту формацию сложно открыть в том, что глава секты Жестокого Демона Ночи лично ее заложил. В те дни, он был публично признан сильнейшим человеком в регионе Восточного моря. Даже нынешний глава архипелага Кары Бессмертных, вероятно, хуже него. Естественно, что архипелаг Кары Бессмертных не может открыть эту формацию. Однако, четыре защитника секты Жестокого Демона Ночи знают метод открытия этой формации. После того, как секта была распущена, они вчетвером активировали эту формацию и запечатали порочное ущелье. Прямо сейчас ученики трех защитников прибыли сюда для организации битвы. Нет другой причины, лишь потому что они все знают метод, как открыть эту формацию. Они тоже прибыли сюда за сокровищем, спрятанным в порочном ущелье. Однако, из-за разлада между четырьмя защитниками, ученики трех защитников также в разладе. Поэтому они и организовали эту битву. Только сильнейший квалифицирован, чтобы получить оттуда сокровища. А, как же все таки жалко. Глава четырех защитников, Цу Цаньфын, никогда не принимал учеников. В противном случае, была бы битва между учениками четырех защитников. Лицо Чуню выражало сожаление. Но если бы она знала, что ученик Цу Цаньфына прибыл сюда, и это был Чу Фын, кто знает, чтобы она почувствовала. Это значит, что полный метод открытия этой формации собран в руках четырех защитников, и это невозможно для единственного человека. Спросил Чу Фын. Я так считаю, Чуню кивнула. Сейчас, поскольку ученики трех защитников прибыли, тогда у них должно быть только три метода ее открытия. Но одного им не хватает. Как тогда она должна быть открыта? Чу Фын был смущен. Хотя у Цу Цаньфына нет учеников, возможно, он уже рассказал метод открытия другим трем защитникам. Хотя четыре защитника никогда не были в хороших отношениях друг с другом. Им приходилось сотрудничать, когда они сталкивались со внешними врагами, сказала Чуню. Я надеюсь на это, хотя Чу Фын кивнул, у него было ноющее ощущение, что его мастер просто не говорил четвертый метод другим трем защитникам. В действительности, Чу Фын также надеялся, что его мастер не рассказал этот метод другим трем защитникам. Таким образом, даже ученики трех защитников не могли просто так открыть формацию. Как таковой, план архипелага кары бессмертных будучи рыбаком, который пожинает плоды не мог быть использован. Дерьмо, однако, в этот момент зрачки Чу Фына внезапно сузились. Его выражение одновременно сильно изменилось. Он поспешно трансформировал свою внешность обратно в Уцина, и в то же время схватил Чуню, пробурил землю, и планировал выкопать путь к побегу. Глава 768. Мужун Сюн. Чу Фын закрыл глаза и использовал силу духа, чтобы определить направление, куда он собирается. В закручивающейся черной грязи он был как подземный дракон. Вся земля, через которую он проходил, переворачивалась, когда он быстро бежал. Младший Уцин, что случилось? Почему ты так встревожен? Лицо Чуню было наполнено смятением, когда она видела это. Изначально они хорошо болтали, так почему Чу Фын внезапно начал бежать? Он даже бежал под землей. Бум. Только в этот момент внезапно раздался огромный взрыв. Тут же черная почва над Чу Фыном и Чуню ослабла. Затем поднялась прямо вверх. В то же время они оба ощутили мощную всасывающую силу. Она уже оплела их обоих. У них не было силы сопротивляться. И, наконец, они могли лишь быстро двигаться вверх вместе с огромной массой почвы. Наконец, окружавшая темнота рассеялась. Из их глубоко вырытой локации внизу они вернулись на поверхность. Однако, в этот момент не только Чу Фын плотно нахмурил брови. Даже выражение лица Чуню сильно изменилось. В ее глазах, в которых прежде было недоумение, сейчас появились неописуемые неловкости и беспокойства. В этот самый момент три человека стояли в воздухе и пялились на них двоих. Двое из них были женщинами, один мужчиной. Обе женщины имели очень прелестную внешность, и даже среди миллиарда красоток они все же были бы самыми привлекательными. У одной из них была пикантная фигура, и выступы спереди и сзади. Ее круглые, крепкие и белые груди почти взрывались. Это было чрезвычайно соблазнительно и бесконечно заманчиво. Такая фигура, сопровождаемая ее лисьим лицом, могла совершенно определенно очаровать миллионы. Этой женщиной была никто иная, как одна из трех великих красоток региона Восточного моря, Яфы. Что касалось другой красотки, хотя ее внешность была не так великолепна, как у Яфы, она все же могла считаться топовой красоткой. Это была Мужун Вань. Чуфын и Чуню не могли быть более знакомы с этими двумя. Они были пиковыми гениями архипелага Кары Бессмертных, чьи имена стояли наравне с именем Чжанфына. Более того, точки зрения позиции и статуса, они обе были выше, чем Чжанфын. Но сейчас взгляд Чуфына был сосредоточен не на их телах. Скорее, он был сосредоточен на мужчине между ними. У него было крупное телосложение и крепкое тело. С точки зрения внешнего вида он был довольно типичный, он не был на самом деле таким уж привлекательным. Хотя, он также не был совершенно уродлив. Что, как говорится, несмотря на его обычную внешность, под его парой угольно-черных острых бровей, было два чрезвычайно яростных глаза. Эта глаза имели силу, несмотря на отсутствие ярости. Они излучали ауру, которой не хватало обычным людям. Важнее всего, в сравнении с развитием пятиранговых боевых владык Яфы и Мужунь Ван, этот человек был намного сильнее. Он был боевым владыкой восьмого уровня, и сила, сковавшая Чжанфына и Чжанфын, исходила от него. Глядя на его возраст, он казался только 30 лет от роду. Имея такое развитие в таком возрасте, его талант был довольно впечатляющим. Долго не думая, Чжанфын уже знал, кем был этот человек. Мужунь Сюн, как ожидалось, сказала Чжанфын, когда она узнала этого человека. Он был гением номер один в регионе Восточного моря, будущим мастером архипелага Кары Бессмертных, женихом двух великих красоток, Яфы и Цзэлин, Мужунь Сюном. В этот момент Чжанфын правда была в ужасе. Рядом с ней Чжанфын мог ощутить ее нервозность и неловкость. Чжанфын не только узнала Мужунь Сюна, она, наконец, также поняла, почему Чжанфын внезапно начал побег. Он определенно ощутил прибытие Мужунь Сюна и остальных своей острой силой духа. Но она не понимала одну вещь. Техники духовной формации Чжанфына были так сильны, потому, лишь очень немногие люди могли обнаружить маскировочную духовную формацию, которую он заложил. Как Мужунь Сюн нашел их? Но неважно, как Мужунь Сюн сделал это, она должна была признать, что сейчас они были в опасной ситуации, где у них была лишь крупица шанса на жизнь. Она более или менее знала темперамент Мужунь Сюна. Леди Чжуню, я правда давно тебя не видел. Я, однако, пришел сюда сегодня не ради тебя, но ради человека рядом с тобой. Что касается причины, я уверен, ты хорошо ее знаешь. Но из-за старшей пиамио, неважно какого рода обиды были у тебя с Чжанфыном прежде, ты была не тем, кто покалечил его. Потому, я позволю этому пройти. Уходи, прямо сейчас. Слова Мужунь Сюна были сказаны очень спокойно, но Чжуню знала какая опасность содержалась в них. Нет, в этот момент первой мыслью Чжуню было отказаться. Единственная причина, почему Чжунь Сюн побил Чжанфына была в том, чтобы спасти ее, потому она просто не могла только покинуть Чжунь Сюна. Старшая Чжуню, быстро уходи. Покинь это место так быстро, как возможно. Ты будешь только отвлекать меня, будучи здесь. Тогда для меня будет очень сложно сбежать, только в этот момент Чжунь поторопился отправить Чжуню ментальное сообщение. Нет, Чжуню потрясла головой, ее лицо было полно решимости, как будто она уже приготовилась к смерти. Она не хотела, чтобы Чжунь умер из-за нее и не могла позволить Чжунь умирать одному. Даже если я умру, старшая Цушу и старшая Пиамио, как минимум, должны знать, кто убил меня, потому в будущем будут люди, которые отомстят за меня. Но если ты умрешь бок о бок со мной, никто не отомстит ни за меня, ни за тебя. Кроме того, у меня действительно есть способ сбежать. Я не могу использовать его только из-за тебя. Поверь мне, Мужунь Сюн не убьет меня так просто. Я могу сбежать, сказал Чжунь очень уверенно. Когда Чжунь действовал таким образом, Чжуню на самом деле не знала, что сказать. Она действительно не очень верила, что у Чжуфына есть способ сбежать из схватки Мужунь Сюна, но если у Чжуфына он был и он не хотел уйти из-за нее, он был не способен использовать метод побега. Оставаясь, это было то же, что и навредить Чжуфыну. Младший Чжуфын, ты должен подождать. Я подумаю о способе поставить в известность моего мастера прямо сейчас и попрошу ее спасти тебя. Если ты способен безопасно сбежать, ты должен послать сообщение в Туманный Пик. Так, несмотря на свое нежелание, у Чжуню не было выбора. Оставив это ментальное сообщение, она развернулась и ушла. Мужунь Сюн и остальные не могли слышать ментальный разговор между Чжуфыном, но они все же могли сказать, что двое из них делали. Однако они не обеспокоились, что они разговаривают, потому что в перспективе Мужунь Сюна у Чжуфына был только один путь, по которому он мог пойти, дорога к смерти. У него не было способности бежать. Ты знаешь, кто я? Сказал Мужунь Сюн безразлично. Но когда он говорил, у него было надменное поведение, которое было похоже на владыку, который свысока спрашивает простолюдина. В его глазах Чжуфын был обыкновенной чернью. Хо, конечно. Разве ты не прославленный и знаменитый молодой мастер великого архипелага Кары Бессмертных, великий половой изверг, о котором знают все в регионе Восточного моря, Мужунь Сюн. Чжуфын слегка сощурил глаза и сформировал намек на издевательскую улыбку. Он не был ни в малейшей степени не подавлен бесформенной аурой Мужунь Сюна. Он мог подавить других своим поведением, но использовать это, чтобы напугать Чжуфына он не должен был даже думать об этом. Дерзость. Когда он увидел, что Чжуфын ни в малейшей степени его не боится, и даже сказал, что он великий половой изверг на глазах у его невесты, это заставило Мужунь Сюна прийти в ярость. Лучи холода мгновенно появились в его глазах. Это неправда, леди Яфы, вы должны очень хорошо знать, полой изверг ли он или нет. Разве он не хочет каждый раз затащить тебя в кровать, сказал Чжуфын, улыбаясь и глядя на Яфы. По его взгляду было видно, что он желал разжечь конфликт. Глава 769. Борьба плечом к плечу. Уцин, а ты и в самом деле наглый. Мы изначально не планировали предпринимать что-то относительно того, что случилось в области боевой отметки Бессмертных. Но я не думала, что ты посмеешь публично уничтожить развитие Чжуфына, и даже высосать его жизнь, оставив его калекой. Неважно насколько милосерден мой архипелаг кары Бессмертных, я не могу найти каких-либо причин позволить тебе уйти. Есть у тебя какие-нибудь последние слова? Я могу помочь тебе передать их твоему неизвестному мастеру. Яфы спокойно улыбнулась. Она не клюнула на приманку Чжуфына, и вместо этого осмеяла его в ответ. У меня нет последних слов, но есть кое-что, о чем я хочу спросить тебя, сказал Чжуфын с улыбкой. Для такого жалкого человека как ты, который уже одной ногой в могиле, я предоставлю тебе этот шанс. Какой вопрос? Вперед, открыто сказала Яфы. Ты все еще девственница? Чжуфын улыбнулся, сказав это бесстыдно. Ты, лицо Яфы немедленно изменилось, когда она услышала эти слова. Неважно, насколько хорошо она себя контролировала, она не могла игнорировать это. У всех был свой предел, и этим вопросом Чжуфын окончательно пересек черту. Рев в этот момент Яфы была в такой ярости, что была подобна грому. Холодная ярость появилась в ее глазах, и окружающее пространство стало разрушаться. Даже ветра и облака изменились из-за нее, когда она выпустила свою ауру боевого владыки пятого ранга, и начала атаковать Чжуфына. Ха-ха, кажется, что я оказался прав. Ты в самом деле уже была повалена этим извергом. Хе-хе, хотя он видел, что Яфы атаковала, Чжуфын все еще совершенно не боялся. Вместо этого он засмеялся с еще большим бесстыдством. В мгновение ока они столкнулись в битве. Ударные волны, которые затронули небо, начали взрываться повсюду. Мужун Сюн не атаковал, он лишь молча наблюдал. Глядя на силу Чжуфына, Мужун Сюн полагал, что он не стоил того, чтобы он лично морал об него руки. Он полагал, что с силой Яфы она могла очень быстро позаботиться о Чжуфыне. Но вскоре его брови слегка нахмурились, и некоторое потрясение появилось в его глазах. Даже несмотря на то, что Яфы сохраняла преимущество, в этот самый момент Яфы, как боевой владыка пятого ранга, была на самом деле не способна немедленно одолеть Чжуфына, боевого владыку второго ранга. Вань, иди помоги своей невестке, сказал Мужун Сюн. Мужун Вань, как будто я стану помогать ей, но даже не задумываясь, Мужун Вань моментально отказалась. Мужун Сюн, казалось, ожидал такой ситуации. У него не только не было никакой злости, он даже слегка улыбнулся, и сказал весьма терпеливо. Вань, общая ситуация имеет предельную важность. Не важно, нравится тебе Яфы или нет, она все же твоя будущая невестка. Это уже установлено, ты не можешь с этим ничего поделать. Также, не горяя Яфы, не важно, нравился ли тебе Джанфын или нет, он все же часть архипелага кары бессмертных. Не важно, какие у нас имеются внутренние конфликты, но когда мы сталкиваемся с внешним врагом, мы должны быть едины. Не забывай, что говорил отец, или что ты обещала ему. Прямо сейчас, Джанфын стал калекой. Независимо от того, чем он был прежде, как человек архипелага кары бессмертных, не должна ли ты отомстить за него? Услышав слова Мужун Сюна, Мужун Вань также слегка нахмурила брови. Она снова скривила губы, но в конечном счете, она прыгнула вперед и присоединилась к битве между Яфы и Чуфыном. Если бы это была обычная битва, Чуфын уже ощутил бы огромное давление, когда столкнулся с Яфы. Если бы он продолжал с развитием, которое сейчас было у Чуфына, было бы очень сложно одолеть Яфы. Он определенно может быть подавлен. И развитием у Жун Вани ее сила была почти такими же, как у Яфы. Потому, после того, как она присоединилась к битве, давление, которое ощущал Чуфын, мгновенно удвоилось. Но, казалось, он уже ожидал подобную ситуацию. Ему не только не хватало озабоченного внешнего вида, даже расцвел намек на слабую улыбку. Свист внезапно, Чуфын поспешно отступил. В месте, где он был прежде, появились врата. У ААА в то же время, бесконечное черное пламя вырвалось из ворот. Мгновенно оно поглотило Яфы и Ему Жун Вань. Это в этот момент даже лица Яфы и Ему Жун Вань изменились, потому что они могли почувствовать, какого рода ужасающая аура содержалась в черном пламени. Это было просто что-то, что они никогда прежде не видели. Яичко, я оставлю этих двоих тебе. Они нужны мне живые. Ухмылка на лице Чуфына стала даже более дикой, когда он увидел это. Чуфын все спланировал, он намеренно спровоцировал Яфы, приведя ее к атаке. Затем, застав их врасплох, он выпустил Яичко. С этим он мог заставить Яичко захватить Яфы, пока они были не готовы. И как только он получил заложников, причем даже двух, Яфы и Мужун Вань, даже если Мужун Сюн был здесь, он не должен быть способен сдержать Чуфына. Однако, как только продуманный план Чуфына почти осуществился, Мужун Сюн, который стоял в воздухе, закричал. Тогда невидимая сила вырвалась из него, выстрелив прямо в черное пламя, которое сделало Яичко. Бум! Когда эта сила прибыла, она немедленно начала битву с пламенем Яичко. Ветра и облака взволновались, и цвет неба изменился. Это безграничные ударные волны, казалось, как будто могли поглотить все. Даже Яфы и Мужун Сюн пострадали, будучи отброшенными на несколько тысяч метров. Но Мужун Сюн действительно был очень сильным. Неважно, насколько более исключительной была боевая мощь Яичко, перед ним, казалось, все проигрывает в силе. Ужасающее пламя Яичко из духовного мира Асуры было развеяно Мужун Сюном. Чуфын, беги! Этот человек очень силен. Он не тот, о ком мы можем позаботиться. В этот момент обычно уверенная и гордая Яичко также нахмурила брови, когда некоторое беспокойство появилось в ее глазах. Получив ментальное сообщение Яичко, Чуфын все понял. У боевой силы Яичко был предел. Сила Мужун Сюна, боевого владыки восьмого ранга, была непреодолима. Это явно было не тем, против чего Яичко, в ее настоящем состоянии, могла защищаться. Конечно, для Чуфына это было еще более невозможным. Титул гения номер один в регионе Восточного моря, был, в самом деле, небезосновательным слухом. Но даже так, Чуфын не мог просто оставить Яичко. Он знал, что когда мировой дух вышел из ворот мирового духа и прибыл в этот мир, было ограничение в расстоянии между мировым духом и мировым спиритистом. Превышение этого ограничения означало смерть мирового духа. Это расстояние также было очень коротким, с силой духа, который сейчас обладал Чуфын. Если бы Чуфын оставил Яичко, после определенного расстояния, даже если бы Мужун Сюн пожелал бы позволить Яичко уйти, все, что ожидало ее, это смерть. То есть, фактически, Чуфын своими собственными руками убил бы Яичко. В результате, Чуфын не только остался, он подлетел прямо к Яичку. Он остановился, только встав рядом с ней. Ты, ты не слышал, что я тебе сказала? Тебе жить надоело? Казалось, что Яичко немного разозлилось, когда увидела, что Чуфын сделал. Я не могу позволить тебе сражаться в одиночку. В противном случае, у меня не будет никакой квалификации, чтобы быть мастером, сказал Чуфын, слабо улыбаясь. Однако, его глаза были полны решительности сражаться. Меньше этих бесстыдных и громких слов. Я никогда не признавала тебя своим мастером, Яичко скривила губки, но затем показала очаровательную улыбку на своем исключительно красивом лице. Хотя она злилась на упрямые действия Чуфына, у нее на сердце на самом деле было довольно тепло. Это, как минимум, означало, что она его не осуждала. Глава 770 Легенда В действительности, после того, как они ясно увидели Яичко, Мужунь Сюн, Мужунь Ваньяф и все были совершенно ошарашены. По их выражениям можно было сказать, что они мгновенно догадались, что происхождение Яичко было непростым. Их первой мыслью было, что она пришла из духовного мира демонов. В конце концов, ее темная аура была очень похожа на тех, кто родом из этого мира. Но вскоре они вычеркнули эту мысль. Судя по ауре, Яичко была только боевым владыкой второго ранга. И все же, только что даже Яфы и Мужунь Вань, вместе взятые, не смогли дать отпор. Мировой дух из духовного мира демонов не мог обладать такой силой. Потому они пришли к заключению, что Яичко, вероятно, была мировым духом из духовного мира Асуры. Однако они никогда не предполагали, что в этом мире будет такой красивый мировой дух. Не упоминая Мужунь Вань, даже внешность Яфы слегка облекла на ее фоне. Она не могла не почувствовать зависть в своем сердце по отношению к внешности Яичко. Что касается Мужунь Суна, его выражение также немного изменилось. Даже если он скрывал это очень глубоко, Чуфен все же мог сказать, что его глаза начали беспокойно метаться туда-сюда по легкой юбке Яичко, по ее белоснежным и стройным ногам. Затем они вернулись к красивому лицу Яичко и ее изысканной, заманчивой и гордой груди. Даже дурак мог сказать, что Мужунь Сун планировал. Этот человек, как Чуфен и говорил, был пылким великим половым извергом, который обожал красоток. Однако, игнорируя его развратный взгляд, Чуфен обнаружил еще две вещи. Зависть и ярость из глубин его сердца. Эти зависть и ярость не относились к Яичку, лишь к нему. Очевидно, Мужунь Сун ощущал недовольство из-за того, что Чуфен был способен получить такого мирового духа, как она. Неудивительно, что ты был столь высокомерен и у тебя даже хватило наглости публично выступить против моего архипелага кары бессмертных. Так ты заключил контракт с мировым духом из духовного мира Асуры. Слова Мужунь Суна были наполнены завистью. Закончив, он повернулся к Яичку и сказал. Но, к сожалению, леди, вы выбрали не того человека. Этот Уцин не достоин быть вашим мастером. Выбор того, кто будет моим мастером, это мое личное дело. Я не нуждаюсь в твоих советах. Ты думаешь, он не квалифицирован, а ты вполне? Не то чтобы я смотрю на тебя свысока, но ты не достоин даже того, чтобы поднять мою туфельку. Не говоря уже о том, чтобы стать моим мастером, сказала Яичка чрезвычайно пренебрежительно. Ты, выражение Мужунь Суна сильно изменилось после этих слов. Что ты? Ты же не думаешь, что ты такой впечатляющий со своим чуть-чуть более сильным развитием. Тебе почти 30 с чем-то, и все же, ты всего лишь боевой владыка. Ты думаешь, этим стоит гордиться? Ты всего лишь лягушка на дне колодца. В этом месте ты можешь ощущать некое превосходство. Однако, я могу тебе сказать, есть небо за пределами этого неба. Ты же не думаешь, что ты на самом деле силен, раз можешь доминировать в этом месте. В определенном месте, в этом мире, есть бесчисленное количество людей, которые младше, чем ты, однако могут убить тебя одним плевком. Яичка скрутила губы, ее слова были чрезвычайно острыми. Они не только выражали презрение к Мужунь Сюну, они также глубоко издевались над ним. Будущий мастер архипелага кары бессмертных, титулованный, как гений номер один в регионе Восточного моря, Мужунь Сюн, был высмеян столь пренебрежительно, на глазах у своей невесты и сестры. Неважно, насколько железные у него были нервы, сейчас его переполняли различные эмоции. Ха-ха-ха, достигнув точки кипения, Мужунь Сюн засмеялся. Затем он очень недовольно сказал. Слуга и в самом деле следует за мастером. Тщеславный мастер приводит к тому, что слуга еще более тщеславный. Согласно тому, что ты сказала, я, Мужунь Сюн, кусок мусора. Хэм, не буду хвастливым, но я могу сказать тебе, что даже в Святой Земле Воинственности, с моим талантом, я могу определенно стать видным персонажем. Святая Земля Воинственности. Ты знаешь, самые большие, названия этой земли. Я уже сказала, что ты лягушка на дне колодца, и все же ты не веришь мне. Маленькая лягушка, размер этого мира превосходит свое представление, ты знаешь, но я не хочу говорить тебе слишком много. В противном случае, я боюсь, ты расплачешься от испуга. Яичко улыбнулось с издевкой, и в ее красивых глазах блеснуло не что иное, как презрение к Мужунь Сюну. В самом деле, в глазах Яичко, человек вроде Мужунь Сюда даже не стоил упоминания. Какой у тебя тон? Ты всего лишь мировой дух, но ты считаешь себя какой-то непобедимой персоной? Что с того, что ты пришла из духовного мира Асуры? Для меня нет нужды атаковать лично, мои мировые духи легко позаботятся о тебе. Яростный Мужунь Сюн был совершенно взбешен из-за провокации Яичко. По его воле на его стороне открылись 12 ворот духовной формации, одни за другими. Вскоре 12 трехметровых фигур выступили наружу. Они были мировыми духами. 12 мировых духов, боевых владык 6 ранга. Их внешность была несколько особенной. Они выглядели как люди, и все же их телосложение было немного больше, чем человеческое. Более того, у них были острые уши, красные глаза и заостренные зубы. Чем-то, что стоит упомянуть, также была их сильная аура. Она была намного выше людей в той же сфере, и даже превосходила мировых духов из духовного мира зверей и духовного мира призраков. Духовный мир чудовищ? Хо, они довольно плохие твари. Увидев группу мировых духов, презрение на уголках Яичко стало даже больше, как мировой дух из духовного мира Асуры. Даже не говоря об этих мировых духах из духовного мира чудовищ, она почти ни во что не ставила в своих глазах мировых духов из духовного мира фей, духовного мира демонов, и даже духовного мира Будды. Хе-хе. это действительно мировой дух из духовного мира Асуры. Говорят, что те, кто из духовного мира Асуры высокомерны и ни во что не ставит мировых духов из другого духовного мира, и ведут себя как правители семи миров. Сегодня, позволь нам увидеть мощь мирового духа их духовного мира Асуры. Когда яичко проверило их, эти мировые духи также проверили яичко. Убедившись, что она всего лишь боевой владыка второго уровня, все они были бесстрашны и самоуверены, и им не терпелось начать. Куча мусора. Все вы подходите вместе. Я уберегу себя от проблемы разбираться с вами по очереди, но яичко все же не испугалось даже несмотря на то, что их было 12 и все они находились на шестом ранге сферы боевого владыки. Довольно высокомерные слова. Сегодня мы дадим хороший урок маленькой леди из духовного мира Асуры. Свист, свист, свист. Внезапно все 12 мировых духов поднялись и атаковали одновременно. Сверхъестественный зеленый свет был выпущен из их тел, делая их, которые уже были так сильны, даже более ужасающими. Они начали битву с яичком в один момент. Однако, даже если у них было численное преимущество и они обладали огромной силой, яичко не было подавлено. Уа черное пламя, похожее на созданное демоном, покрыло небо и солнце. Яичко совершенно не заботилось о защите. Вся сила черного пламени была брошена в атаку. В подобной ситуации, мировые духи из духовного мира чудовищ, которые были самоуверенными и думали, что могут подавить яичко разницей в уровнях развития, были озадачены. С самого начала они были вынуждены остановиться. Они могли лишь защищаться, но не атаковать. Они оказались в скверной ситуации. Яичко не только сражалась против них одна, она даже сражалась против боевых владык 6 ранга, будучи на втором ранге, и превосходила их. Так это мировой дух из духовного мира Асуры, А, разве она не слишком сильна? Лица Яфы и Мужунь Вань ужесточились, когда они увидели такое зрелище. Их глаза бесконечно мерцали, ошеломленные силой яичко. Этот уровень боевой силы был чем-то, чего они никогда прежде не видели и даже не слышали. Мировой дух Асуры. В этот момент даже тщеславный Мужунь Сюн сильно нахмурил брови, холод и зависть мелькнули в его глазах. Сейчас они, наконец, поняли, почему мировые духи из духовного мира Асуры были титулованы легендами. Глава 771. Разбитое сердце. УА черное пламя породило в воздухе хаос. Это не только стало причиной того, что пространство рушилось, это даже порождало странные вопли и виск. Это было очень ужасающе. Под такими взрывами силы, 12 мировых духов из духовного мира чудовищ полностью потеряли способность сопротивляться. Они на самом деле кричали Мужунь Сюну, говоря, «Мастер, спаси меня! Вы – мусор!». Когда он увидел такое зрелище, лицо Мужунь Сюна стало зеленым от злости. Однако он не спас мировых духов, которые служили ему своими жизнями. Бум наконец раздался оглушительный взрыв. Яичко использовало свою финальную атаку. В неистовом черном пламени все 12 мировых духов 6 ранга сферы боевого владыки были убиты яичком. Никто не ушел живым. Так это мировой дух из духовного мира Асуры? Действительно невероятно. Если она такая, будучи боевым владыкой 2 ранга, какого рода боевая сила была бы у нее, если бы она стала боевым владыкой 6 ранга? Яфа и Мужунь Ван были совершенно ошарашены этим зрелищем. Если они не могли одолеть яичко, так тому и быть. И все же, даже те мировые духи 6 ранга сферы боевого владыки не могли одолеть яичко. Они должны были признать, что она была в самом деле слишком ужасающей. Брат, убей ее. Этот мировой дух абсолютно точно не должен уйти живым, внезапно сказала Мужунь Вань. Они и Чуфын были врагами, таков был итог. И все же, сейчас у Чуфына была помощь из такого мира. Если яичко и Чуфына не устранить, в будущем они станут источником бесконечных проблем. Хотя Мужунь Вань не была такой, как Джанфын и Яфы, которые чувствовали такое сильно отвращение и ненависть по отношению к Чуфыну, она не была мягкосердечной в вопросах, затрагивающих безопасность архипелага кары бессмертных. Леди, я должен признать, что ты действительно позволила мне свидетельствовать непостижимую силу. Ты очень сильная. Но, как я и сказал, ты не нашла подходящего мастера. Неважно, насколько ты сильнее, вы обречены умереть здесь. Однако, я дам тебе шанс. Как насчет того, чтобы покинуть этот кусок мусора, и вместо этого следовать за мной, сказал Мужунь Сюн, улыбаясь. Он действительно хотел получить яичко. Причина, почему он делал это, была не только в ее внешности. Куда больше это было из-за силы яичка. Испытав ее превосходящую и ненормальную силу, его сердце было на самом деле тронуто. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Однако, услышав слова Мужунь Сюна, яичко не могла остановить свой смех. Она выглядела как человек, который услышал самую забавнейшую вещь в жизни. Над чем ты смеешься? Брови Мужунь Сюна нахмурились, когда он увидел это, его образ стал мерзким. Глупый. Чрезвычайно глупый. Ты знаешь, почему мировые духи, с которыми ты заключил контракт, были из духовного мира чудовищ? Спросила яичко, улыбаясь. Почему? Спросил Мужунь Сюн. Потому что с того самого момента вам было предначертано, что вы не достойны мировых духов из духовного мира Асуры. Не упоминая о духовном мире Асуры, ты даже не достоин мировых духов из духовного мира Будды, духовного мира фей и духовного мира демонов. Ты можешь руководить лишь таким мусором, как мировые духи духовного мира чудовищ, потому что ты тоже мусор. Ха-ха-ха. Когда она говорила эти слова, голос яичко был чрезвычайно чистым. Более того, каждое отдельное слово было похоже на громкую пощечину, которой она яростно поражала лицом Ужунь Сюна. Он был действительно в ярости в этот момент. Отказ ему был одной вещью, но она сейчас открыто издевалась над ним, говоря, что он хуже Чуфына. Это было последней каплей. Потому, по воле Мужунь Сюна, еще два мировых духа вышли. Они оба были мировыми духами из духовного мира чудовищ, но аура окружающая их была совершенно иной. Они оба были мировыми духами седьмого ранга сферы боевого владыки. Дерьмо увидев этих двух мировых духов, Чуфын сильно нахмурился. Он видел все. Хотя яичко в самом деле одолело только что 12 из них, пока она столкнулась с мировыми духами боевыми владыками шестого ранга, она уже была поддавана.